Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Рад вас всех видеть. И сегодня у нас давно ожидаемая, на самом деле, лекция по стихосложению. И я очень давно хотел написать эту лекцию. Спасибо большое Адаму Варлоку за то, что вот он помог мне заняться данной проблемой. И теперь у нас есть полноценная, видимо, двухчасовая лекция, которую я сейчас вам зачитаю. В тексте около 40 страниц, плюс будут мои пояснения всевозможные, так что, друзья, берегитесь и готовьтесь. Лекция прежде всего предназначена для новичков, то есть для людей, которые только-только входят в поэзию и хотят найти какой-то основательный более-менее материал, текст, для того, чтобы начать практиковать поэзию самостоятельно. То есть это лекция не столько по теории стихосложения, сколько по практике стихосложения. Вот. Что самое главное, да, теория нас здесь интересует, конечно же, но в несколько меньшей степени, просто ввиду того, что слишком сложный набор терминологических всяких вот этих вот нагромождений, которые действительно существуют в теории поэзии, он, возможно, вам не пригодится. Если вы не исследователь поэзии, конечно. Если вы сами поэт, вы можете, например, не знать названия всех риторических фигур. Ну, правда, они здесь будут, но неважно. Короче, поехали. Лекция по стихосложению должна начинаться с технических основ, освоить которые может ребенок и которые не представляют собой необходимых свойств стихосложения. Но мы вынуждены сразу исследовать их для того, чтобы научиться делать собственные шаги в поэзии. Сразу отмечу, что поэзия это не столько про технику, потому что гордиться поэтической техникой, это то же самое, что гордиться составленной детской пирамидкой. Настолько легко ее использовать и овладеть. И не было бы у поэзии никакой ценности, если бы она могла похвастаться только рифмами, размерами и стопами. Овладение любым другим искусством в техническом плане значительно сложнее и может занять годы даже у талантливейших людей. Овладение поэтической техникой занимает недели у талантливых, но вполне возможно, что у вас это займет месяц-другой. То есть я обращу внимание, что овладение поэтической техникой действительно крайне простое занятие. Нам просто нужно понять некоторые принципы. Более того, поэзия, она строится на базе уже существующего в вас, загруженного, так скажем, естественного языка. Если вы умеете говорить на русском языке, просто в принципе, у вас уже есть большинство навыков, необходимых для овладения русской поэзией. Ну, более того, если вы умеете писать на русском языке, а если еще и грамотно, о, ну, ну все, осталось совсем немного. Будем сейчас просто комбинировать ударения и рифмы создавать, что будет довольно просто. То есть, понимаете, да? Например, когда речь идет про художников, вам, как художнику, допустим, будущему, приходится осваивать техники, ну, чуть ли не с нуля. В детстве мы, конечно, рисуем, но наши навыки рисования, честно говоря, очень сильно отстают от доминирующих, там, не знаю, академических техник. Вот настолько, насколько только можно. Речевые навыки поэта не очень далеко уходят от естественной русской речи. Ну, то есть, вы не увидите какого-то, не знаю, какой-то неземной разницы между речью Пушкина и речью там дяди Васи из подвала. Ну, вот словарный запас может быть разный только. Но при этом можно не быть поэтом и иметь огромный словарный запас и разговаривать условно на уровне Пушкина. То есть, тут нам как бы ничего не мешает. То есть, получается, что поэтические, технические всякие аспекты по большей части строятся не из элементов самой поэзии, а технические элементы живописи строятся из, в общем-то, вещей, которые применяются, ну, преимущественно в живописи, ну, может, в малярном там искусстве, еще где-нибудь, в общем, в ремесле точнее, да. Чтобы ответить на вопрос, что такое поэзия, мы зададим другой вопрос. Для чего нам нужны все эти технические приемы? Рифмы, размеры, риторические приемы. Что они пытаются передать? Они пытаются передать опыт поэта самым кратчайшим путем, доступным в письменной форме. Именно поэтому поэты соревнуются друг с другом не столько в рифмах и размерах, сколько в приобретении уникального жизненного опыта, чтобы, собственно, было что показать и передать. Итоговым произведением искусства поэта является он сам и его собственная жизнь, его мысли, его духовные состояния, его эмоции, не знаю, те виды, которые он когда-либо повидал, то, что вот он увидел, что сделал, что подумал, и только уже потом его стихи. Более того, всякий отдельный стих того или иного поэта может казаться либо ахинеей вне контекста, может быть вообще никаким, может быть довольно простым, примитивным, но при этом в контексте других стихов и в контексте личности самого поэта, а стихи именно так и надо оценивать, этот стих может быть важным. Многие могут заметить, что во всех типах искусства автор творит себя. Действительно, это так, но именно в поэзии этот аспект гиперболизирован до предела. Поэт, не имеющий уникального опыта и не способный изобретать себя, стиле стихосложения, образы или хотя бы метафоры, ничем не лучше генератора стихотворения онлайн. При этом ни один генератор стихотворения не имеет главного, уникального человеческого опыта, который лежит за его словами. Поэтому нам, в принципе, не очень интересно читать, что там генератор создастся. А что ты сделаешь, генератор? У тебя опыта нет. Кому ты нужен? Генератор, зачем ты все это делаешь? Успокойся. При всем этом можно, например, снять довольно неплохое кино, не имея уникального опыта, и даже нарисовать отличнейшую с технической точки зрения картину. Для этого нужны просто высокие ремесленные навыки живописи. И вы сможете нарисовать замечательную картину, прекрасный портрет, замечательной дамой. Может быть, ваш портрет даже выставят в музее, и вы будете любоваться этим портретом. А при этом у вас никакого опыта с этой дамой не было. Просто рандомная дама пришла, посидела, вы ее нарисовали, и у вас очень отлично получилось. И это может быть вполне неплохим произведением искусства в живописи. По крайней мере, чисто технически его точно оценят. И уровень оценки чисто технический в поэзии, ну, было бы что ценить, так скажем. Было бы много аспектов, которые реально можно взять и оценить. Также следует заметить, что со временем развиваются верлибры и белые стихи, которые либо отказываются от стандартной поэтической техники, либо ограничивают ее, что нередко позволяет хорошим поэтам усилить те или иные аспекты своих работ. Ну, теперь перейдем к самому интересному. К тому, что отличает поэзию, ну, например, скажем, от рэпа или от музыкальной всяких композиций. Хотя иногда в музыкальных композициях есть песни с размерами, но вот размеры. Эта тема нам сейчас будет очень важна, потому что именно размеры в речи, ну, можно сказать, довольно специфическая вещь именно для поэзии. Даже рифмы не так специфичны. Неплохо было бы освоиться с размерами, но перед тем, как мы перейдем к силаботоническому стихосложению, следует разобраться, что такое тонический и силобический стихи. Объяснять буду просто и на пальцах, а потому приводить эти объяснения в качестве авторитетных определений в спорах не советую. Силобическое стихосложение строится на принципе одинакового количества слогов в строках. На ударении не делается никакого акцента. Тоническое стихосложение немножко по-другому формулируется. Оно базируется на принципе одинакового количества ударных слогов при условии, что безударные могут колебаться. Силобо выглядит вот так вот. Вот у нас равное количество букв О. О это слоги. Мы здесь обозначаем буквами О слоги. Их просто одинаковое количество. А ударных, видите, их просто разное количество. Неважно сколько. Вот так выглядит силобо в чистом виде. То есть ударные слоги имеют разное количество, а структура не повторяется. Повторяется лишь количество слогов в строке. Тоника выглядит вот так вот. Структура тоже не повторяется, но количество ударных слогов совпадает. Вот она, тоника. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, мы поняли, да? Смешно. Я решил вот такими буковками О отметить, потому что над буковкой О ударение хорошо смотрится. Так красивенько смотрится. Так, чпоньк. И хорошо. Силоботоническое стихосложение совмещает оба принципа. Во-первых, слогов и в рифмующихся строках одинаковое количество. Остановитесь на данной формулировке. Не в каждой строке одинаковое количество слогов, а в рифмующихся строках одинаковое количество слогов. Запомнили, закрепили. Это важная формулировка, которая вам пригодится. Потому что вы можете неожиданно обнаружить, что у какого-нибудь даже Пушкина в разных строках в первой и второй строке разное количество слогов. И вы такой, о, ну так это не сила ботоника. Нет, сила ботоника. Просто решение вашей проблемы будет заключаться в том, что первая строка имеет, например, 5 стоп. Вторая строка имеет 6 стоп. Там третья строка, которая рифмуется с первой, опять имеет 5 стоп. И вот как-то так. Здесь все довольно просто будет. Будет простое разрешение слогов. В рифмующихся строках одинаковое количество. Закрепили. Во-вторых, количество ударных слогов в рифмующихся строках. Опять же, в рифмующихся строках одинаковое. Вот, интересно, да? В-третьих, ударные слоги организуются тем или иным образом, повторяющимся из строки в строку. Подобный вот образ, который потом повторяется, называется стопа. Да, как стопа. Раз шаг, два шаг, три шаг, четыре, пять. Стопа, короче, у нас идет непосредственно. Вот вам пример силоботонического стихотворения. Вот у нас ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Или вот, например, «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Там внизу есть. Сейчас все разберем. Одна структурная единица стиха называется стопой. Например, у нас это «о» и «о» ударная. И вот она повторяется. Вот это, вот это. Вот сейчас я выделю вам стопу. Вот она. Опа, вот стопа. По стопе вы можете определить уже размер. Но мы этим займемся немножко позже. То есть ваша основная цель, когда вы анализируете стихотворение, начать выделять его структуры. Вы берете и по-хорошему в стихотворении выделяете ударные слоги. Потом видите какие-то псевдоударные слоги. Или ударные слоги, которые на самом деле затушуются в процессе. Я вам все это сейчас объясню тоже. Короче, вы размечаете стихотворение и смотрите. Вот у вас там начинается «Подруга дней моих суровых». «Подруга дней моих суровых». Вот оно вот здесь у нас. «Подруга, подруга». Вот у вас получается, что у вас «О-О». «О-О, подруга». Вот у вас стопа получилась. «Годней, годней моих суровых». И тут как бы выпадает немножко лишний слог, как видите. «Голубка, дряхлая моя». А здесь нету, видите, финального слога. Кстати, сразу же мы подобрали вам такой стих, в котором очевидно, почему я сказал слогов в рифмующихся строках. Одинаковое количество именно в рифмующихся строках. Строки здесь не рифмующиеся. Поняли? Поняли, приняли, закрепили. Поехали дальше. Более того, вы правильно расслышали, в стихах есть такие слоги, как «псевдоударные». То есть такие слоги, которые прочитываются как ударные в контексте того или иного размера, но при обыденном словопотреблении ударением не помечаются. Если бы не это исключение исправил, то писать стихи было бы куда сложнее, диапазон возможных высказываний резко бы упал. Вы не представляете, в слове «дряхлая» два ударения. Как такое может быть? Что это такое? Как? Почему? А вот так вот это в поэзии работает. То есть у слова «дряхлая» есть свое ударение на букву «я». Дряхлая, ну, на первую «я». Безусловно. Ну, мы сейчас определим. Прежде всего перед нами «ямб», «подруга дней моих суровых», «голубка дряхлая моя». С этим мы научимся работать ниже. Сейчас обратим внимание на слово «дряхлая». Очевидно, ударение в этом слове одно, и оно падает на первую «я». Впрочем, при прочтении вторая «я» становится псевдоударным слогом и помогает поддерживать структуру «ямба». Что это значит? В процессе прочитывания стихотворения «голубка дряхлая моя» Мы делаем акцент на вторую «я», как будто бы она тоже ударная. То есть, когда вы читаете стихи технично, технически, вы обычно подразумеваете, что автор, ну, вот взял вам еще и псевдоударные слоги везде напихал и вынужден их тоже прочитывать. То есть, если вот в словах «подруга дней моих суровых» там все четенько, все как бы хорошо, никаких проблем у нас нет, но вот «голубка дряхлая» у нас получается два ударения в одном слове. Одно из них настоящее «дряхлая», «голубка дряхлая моя». Видите, надо нараспев попробовать читать, и тогда вы, кстати, ритм будете слышать. «Подруга дней моих суровых», «голубка дряхлая моя». Читаете нараспев и приблизительно уже себе представляете, какая структура, ну, тоже вот на слух воспринимается. И когда эта структура, кстати, сбивается, вы тоже слышите. Если вы нараспев не можете прочитать стихотворение, вот есть подозрение, что надо перепроверить ударение вам же самим со своими стихами и поработать с ними, но это мы тоже обсудим. Ритмика стиха задается первыми строками, ну, даже не только первыми строками, можно даже первой строкой задать, и дальше уже, видите, «голубка дряхлая», «я» уже, может быть, дряхлая с двумя ударениями. В принципе, мы могли бы начать и «голубка дряхлая моя», «подруга дней моих суровых», ну, немножко сложнее было бы разгадывать это. Первая строка все же. Такая небольшая рекомендация для начала. Задавайте первую строку четко, вот как у Пушкина здесь задано, «подруга дней моих суровых». Здесь, в принципе, вопросов ни у кого не возникнет. И дальше уже можно псевдоударные немножко расставлять. Так вот. Ритмика стиха задается первыми строками, и у нас не остается сомнений, что это ямп. А дальше все безударные слоги обретают свойства ударных. Если того требует ритм. Таким образом, в одном слове может быть несколько ударений. Притом, именно несколько. Бывают очень большие слова, которые, в принципе, имеют свое ударение. И могут иметь дополнительные. Тут, правда, есть такой нюанс, что в таких больших словах нежелательно ударение, вот ваше основное, убирать. Потому что у нас такая возможность есть. Мы можем не прочитывать ударные слова даже. Правда, для звучания в рамках силоботоники важно не вставлять лишние ударные слоги в многосложных словах, которые могут исказить восприятие стиха. Да и в целом, неплохо обозначить размер с первых строк, а после уже сыпать обилием псевдоударных слогов. Рекомендую опираться на эти правила в самом начале, а после уже экспериментировать со звучанием. Вы можете опустить ударение той или иной части, особенно в том случае, когда слово представлено одним слогом. Одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Здесь ты, на ты слово, конечно, ударение падает, потому что там один слог, и у него одно ударение. Неожиданно, да? И, соответственно, здесь оно на самом деле не проставлено. Все. Более того, ждешь, ты ждешь, ты ждешь, ты ждешь, ты ждешь, йо. Йо звучит ударным почти всегда. Ну, почти всегда. Здесь все довольно тоже просто. И если мы подруга дней моих сроков... Да, мы сейчас все это объясним. Сейчас, подождите. Так вот. Здесь ударное ты не считается как ударное. Читать или не считать слов как ударный определяется общей структурой, в которую он вписывается. Теперь давайте учиться создавать силоботонический размер правильно. Имеется несколько правил. Поехали. Стопы в рифмующихся строках строго повторяются как по структуре, так и количественно. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Вот Ямп Пушкина. И здесь стопы не повторяются. В чем дело? Дело в том, что это не рифмующиеся строки. Посмотрим Катрен. Катрен это четыростишья. Их несколько бывает. Катрены, в общем-то. Ну, вот Катрен это четыростишья. Запомнили тоже на всякий случай. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Одна в глуши лесов сосновых. Давно-давно ты ждешь меня. Видите, вот это вот их, оно и здесь, и здесь появляется именно в рифмованных строках. Все нормально. Все нормально. Пушкин справился. Сила ботоника у него хорошая. Все работает. Все четко. Все как бы... Все выписано по нюансам. Пушкин справился с сила ботоникой. Кстати, я замечу, что не обязательно пользоваться сила ботоническим стихосложением. Но это уже другой нюанс. Его мы все равно вынуждены изучать. Ибо в нем достаточно много техники. И с этого приходится начинать все же. Большая часть стихотворения должна... Следующее правило. Да, большая часть стихотворения состоит из нормальных ударных слогов. Никаких псевдоударных и псевдо-безударных слогов в хаотическом порядке и в огромном количестве. Это поможет читателю выделить структуру и правильно прочитать изредка повторяющиеся псевдо-ударные и псевдо-безударные слоги. Запомнили? Это важно. То есть, если у вас реально засилие псевдо-безударными, и кто-то должен сам выдумывать ритм, ни с чего. Но вот это будет немножко сложно. Постарайтесь для начала, особенно для начала, пока вы только осваиваетесь, взять и... Ну вот, более-менее четко. Подруга дней моих суровых, одна в глуши лесов сосновых. Не знаю. И вот в таком вот духе продолжать работать. Чтобы у вас было как можно меньше псевдо-безударных слогов и как можно меньше давно-давно ты ждешь меня. Хотя тоже так можно. Вот ты одно пусть будет в строке. Одно ты. Посмотрите, у Пушкина подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, один псевдо-ударный слог. То есть, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть слогов ударные и заслуженно ударные. И один только псевдо-ударный. И один псевдо-безударный. Кстати, слово псевдо-безударный, оно редко используется. Я просто для вас его использую, чтобы было понятно. Псевдо-ударные слоги используются часто, а псевдо-безударные нет. Это на всякий случай просто добавляю, что это уже моя небольшая выдумка, чтобы упростить вам задачу. Смотрите. И смотрите, опять же, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Слогов, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, что? 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 А, все понятно. Здесь семь. Здесь не шесть, здесь семь. Семь слогов. Семь слогов в двух строках всего. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоп, раз, два, три, четыре, пять. А, все, понял. Здесь все-все-все-все-все-все правильно. Все правильно, все у Пушкина четко. Я немножко задумался. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре слога. Четыре стопы в каждом, в общем-то, из предложенных нам предложений. Да, четыре ударных слога. Причем один псевдо-псевдо, короче. И здесь есть ты. Вот здесь ты тоже, видите, на 8. На 8, соответственно, стоп. У нас Пушкин предложил только вот одну псевдобезударную единицу. Молодец, молодец. Ай да, сукин сын. Ай да, молодец. Ай да, наше все. Ай, какой прекрасный. Ладно, это на самом деле тоже детский сад, это просто. Дальше. Третье правило. Старайтесь не менять ударение в больших словах ради ритма. Вы можете сделать все слово псевдобезударным или же наметить несколько ударений в нем, оставляя правильное. Оставляя правильное. Делаем акцент здесь. Оставляя правильное. Запомнили, да? Вы можете сделать много псевдоударных слогов в слове, оставляя правильное. Вы не можете делать много слогов ударных, в общем-то, в слове и не оставлять правильное. Это будет нарушение. Это будет нарушение правил, это мало кому понравится. Крайне нежелательно убирать ударение с ударного слога и навешать его на безударный. Скорее всего, это сочтут за безграмотность. Хотя периодически поэты ради эффекта и делают нечто подобное. Рекомендую учиться, не нарушая это правило, а потом уже думать над вариациями. Ну, смотрите, если бы это было так. Подруга дней моих суровых, голубка ночей суровых. Ну, вот-вот, понимаете, суровых, да? Причем суровых, ну, опять же, настоящее ударение на О должно падать, слове суровых, вы понимаете. А суровых, это какая-то суровых, да? Причем я взял два ударения, оба псевдоударения, безусловно. И вот ночей суровых получается. Подруга дней моих суровых, голубка ночей суровых. Фигня какая-то, чушь. Чушь, чепуха и, как бы, в качестве прикола поэтического может сойти, конечно, как риторическая фигура, как там троп такой вот, как такая штука для воздействия на людей. Но все свои стихи так писать нет. Конечно, можно. Конечно, можно. Это прикольный заход был бы, если бы человек писал со сбитыми ударениями везде. Я, может быть, даже попробую несколько стихов так сделать. Но при этом, друзья, вы держите в голове, что на самом деле в большинстве случаев это будет сочтено за безграмотность. Стоп в одной строке может быть от одной до неограниченного числа. Следующее правило. Но на деле довольно трудно читать стихи с очень длинной строкой, потому старайтесь ограничиться тремя десятью стопами в строке. Особенно на первых этапах. У Брюса есть двенадцатистопная ямба, кстати. Двенадцатистоп, да? Вот смотрите, Брюсов. Брюсов. Классика. Нормальная классика, кстати. Довольно экспериментальная классика. Ну, максимум, не максимум. Но вот двенадцать стоп. И стихотворение считается очень тяжело вообще-то. Вот у вас. Ну, давайте ограничьтесь десятью и старайтесь там три, пять, шесть. Вот так вот. Вот так вот. Не надо никуда бежать, не надо ничего делать для начала. Просто пока что расслабьтесь. Теперь давайте к размерам. Размер определяется стопой. И расположение в ней ударных и безударных слогов. Стопа на протяжении стихотворения повторяется. Существуют двусложные размеры, в которых стопу составляют лишь два слога. Ну, вот, например, ОО. Подруга дней моих суровых, да? Вот это вот, где на второй слог падает ударение. И потом эта структура двойная повторяется. То есть у нас стопа, 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 стопа. По два слога каждая стопа. И по два слога второй всегда ударный. Это ям. Харей наоборот. Это когда на первый слог у нас, в общем-то, падает ударение. Это Харей. Знакомьтесь, знакомьтесь, друзья. Структура очень простая. Структура детская. Ну, в том плане, что вообще во всей поэзии довольно детская структура. Это все больше будет похоже, ну, вот, именно технический аспект на такую интересную детскую игру. С которой вам придется постепенно, ну, вот, осваиваться. Вот. Используйте и начните практиковать именно их. С этого следует начинать. Ямба-харей это самое легкое, самое простое. Это довольно легко воспроизводить на слух. Это довольно легко довести до автоматизма. Сначала сделайте строгую разметку стиха, следуя всем вышеобозначенным правилам, не отступая от размера ни на слог. Пишите. Пишите, ставьте ударение, ставьте ударение, комбинируйте, подводите все под Ямба и Харея. Научитесь писать на слух. А если вы доведете это до такого автоматизма, что вы сможете прям вот говорить Ямбом или Хареем, ооо, вы вообще будете молодцом и вам руку можно будет пожать. Вы уже в технике достигли предела. Ну, не предела, вы все равно молодец, в общем, как минимум. Потом постепенно начинайте писать без разметки на слух, после слова размечая стих и отыскивая лишние слоги. То есть сначала вы пишете и прямо размечаете. Прям вот я пишу. Подруга. Отмечаю ударение. На чей? Нет, на чей не подходит. Там, не знаю, подруга, не знаю, друзей моих, друзей подруга, подруга друзей, друзей. Не, не подходит, зачеркиваю. Подруга дней, подруга дней, да, подруга дней, подруга дней. Потом подруга дней бездонных, подруга дней весомых, подруга дней моих, 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 моих. Да, здесь моих суровых. Во, вот, получилось. Вот так вот как-то пишите, постепенно размечая. Это ваше первое упражнение. Проработайте его много раз. Напишите много таких вот стихов, если хотите этим заниматься. Вообще, в принципе, стихосложением. И вот так вот сначала начинайте. По ударениям все размечайте. Вот я хочу написать стихотворение ямбом. Я хочу написать стихотворение пятистопным ямбом. Или четырехстопным, как у Пушкина. Хочу написать стихотворение четырехстопным ямбом, как у Пушкина. Поехали. Задача поставлена. Хочу написать секретаре пятистопным ямбом, как у какого-нибудь другого, как Люшкина. И поехали, пишем, пишем, тренируемся, все у нас получается. Потом начинаем писать на слух. Так вот, сейчас таки сидим. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Как-то так. Сидите, а потом смотрите, смотрите, смотрите. Ай, на слух не получилось, тут лишний слог. Кстати, замечу, сейчас мы работаем исключительно с классической силоботоникой. То есть, есть возможности нарушать силоботонический строй, добавлять лишние слоги, у вас дольник тогда получится. То есть, вы немножко в сторону тонического стихосложения уйдете, что вполне допустимо. Вы можете вообще по-разному со звуками играть, что тоже вполне допустимо в поэзии. Многие классики так делали. То есть, разных нюансов и разных вариаций очень много. И отступление от строгих правил, которые я сейчас даю, тоже очень много. Но мы сейчас просто осваиваем базу, основу, которая нам в итоге понадобится. В общем, начинаете писать без разметки на слух, после снова размечая стих и отыскивая лишние слоги. Потом вы, короче, такие, подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. И потом только уже берете разметку на ударение и смотрите, все ли у вас совпало, как вы хотели. И в самом конце, ну, учитесь слышать лишние слоги на практике. Сбой ритма обнаружить не так уж и сложно, просто читая, без разметки даже. Учитесь, кстати, тоже, да, замечать после прочтения разные вещи, тоже вам пригодится. Так, продолжаем. Существуют также и трехсложные размеры. В общем, вот у нас структура, видите, красненькая О, ударная. Первая буковка О. Это дактиль. Потом у нас, ну, дактиль. Тучки небесные вечные странники. Тучки не, тучки не. Первая стопа, тучки не. Бесные, бесные, вторая стопа. Вечные, и-е, и-е, два слога, да, вечные, вот у нас вечные странники, и-ки, и-ки, странники тоже. Тучки не, тучки не, вот у нас стопа, начинается вот так вот. Ударение на первый слог, это дактиль. Добро пожаловать, трехсложные размеры, три слога. Амфибрахий. На второй слог падает ударение в стопе из трех слогов. Трехсложная стопа, которая повторяется. Дороже, первая стопа, отчизны, не знал ни-чего. Второе, в конце срезано, видите. Просто обратите внимание, это допустимо, в конце срезано. Дороже, отчизны, не знал ни, не знал ни, вот интересная стопа, видите, не знал ни-чего. И тут закрыто немножко. Тут могло продолжиться, но закрыто. Боец не, любивший покоя. Вот у нас, боец не стопа, любивший, любивший стопа, любивший даже, любивший покоя. Ну, тут целые слова иногда попадают в стопу, иногда нет. Кстати, без разницы, попадают или нет слова целые в стопу, от этого ничего не зависит буквально. И анапис. Следующий, это трехсложная стопа, трехсложная стопа с ударением на последний слог. Есть в напевах твоих сокровенных, роковая о гибели весть. Есть в напе, есть в напе, есть. Первый слог, вна, пе. Вторая стопа, вах твоих, вах твоих, вах твоих, вах твоих. Сокровенных, сокровенные, сокровенные, сокровенные даже, сокровенные. Есть в напе, вах твоих и сокровен. Вот у вас стопа, ну их, ну как такой придаток пусть будет. Рокова. Рокова. Первая стопа во второй строке, да. Я аги, я аги. Бели весть. Вот у нас три стопы. Трехстопный, трехстопный анапис. Поздравляю. Вот-вот вам, вот вам. Учитесь, повторяйте. В принципе, в принципе, вот ваша вторая задача при освоении размеров, это изучить трехсложные. В целом, на начальном уровне, на этом можно и остановиться. Вы должны освоить всего пять размеров. Ямп, Хорей, Дактиль, Амфибрахи, Анапест. Этими размерами писалось огромное количество стихотворений, и освоив в идеале их, вы достигнете технического совершенства большинства современных поэтов. Ну и вообще, наверное, большинство поэтов, которые когда-либо пытались писать. В России, по крайней мере. Потому что у многих этим все ограничивается. Ну, я не столько даже про классиков, я про любителей даже скорее. То есть у многих вот этим все ограничивается, и вы уже достигнете достаточно высокого уровня, изучив вот только вот это. Многие из современных профессионалов дальше этого не заходят, потому и вам на первом этапе будет достаточно освоить всего лишь пять этих размеров. Учитесь писать любой набор слов по данным техникам, постепенно пытаясь наделить их как можно большим содержанием. Проблема заключается в том, что вся сложность техники не в самой игре с логами, а в том, чтобы вы могли уместить как можно больше содержания. Вот в этот набор правил. Вот у нас и табличка, кстати, большая. Вот у нас брахикалон наверху, один ударный слог. Конь, боль, роль, моль, силь, буль, что-то и так далее. Продолжаем односложными дальше. У вас брахикалон получится, я сейчас просто, наверное, фристайлом это сделал. Я не подготовился, признаемся честно. Вот ямбхарей наверху, синенькая это безударный красный ударный слог, дактиль, амфибрахия, анапест. Есть разные античные стили, которые мало кто использует, с ними вообще трудно. Вот амфимакр, антенапест, триподий и малос. Три ударных слога подряд это интересная тема. То есть все это уже как-то обозначено. Из тех еще, в общем-то, размеров, которыми пишут более-менее, можно еще изучить пионы. Пион первый, пион второй, пион третий, пион четвертый. Это четыре слога, четырехсложный размер, в котором ударение падает, если первый на первый слог, если второй на второй, если пион третий, то на третий слог, если пион четвертый, то на четвертый. Такими писать сложнее. Есть пентоны, то есть пятисложный размер, ну нередко там ударение в процессе центра ставится. То есть напевное такое стихотворение, какое-нибудь там в духе, я не знаю, классической русской песни, какой-нибудь такой народной. И в центре у вас ударение стоит, и в принципе у вас пять слогов, и в центре ударный всегда происходит. Можно и так. То есть вариаций очень много, и в принципе вы сами можете эти вариации, возможно, даже придумать. Хотя тут там комбинировали почти все, что только можно. Я вам выдам, друзья, наверное, эту табличку, вообще эту лекцию я вам выдам. Кому нужно, связывайтесь со мной. В ВКонтакте, по почте, в Дискорде обязательно со мной связывайтесь. Я вам обязательно эту лекцию передам, если вам нужен текстовый файл. Не забывайте, я всегда на связи, я всегда готов вам помочь. Вот, смотрите, Харе Ямп есть, например. Харе Ямп, то есть повторение структуры. У нас сначала Харе, потом Ямп, Харе Ямп, Харе Ямп, Харе Ямп, Харе Ямп, получается. То есть вы можете экспериментировать очень много, и вариаций прямо достаточно. Наслаждайтесь. Если вам будет, ну, очень интересно, можете изучить всю таблицу сверху и прогуглить все значения, а также попробовать разные размеры. И более-менее используемых иногда можно встретиться, ну, я все уже сказал, рифмы. Слушайте рифмы, бро, слушайте рифмы. Рифма – это созвучие в окончании двух или нескольких слов. Но понимать здесь слово «окончание» следует не в морфемном смысле. То есть окончание в смысле просто завершение слова. То есть здесь окончанием может оказаться и суффикс, и корень, если нету суффикса, допустим, и так далее, так далее, так далее. Более того, в морфемном смысле может существовать нулевое окончание, но в поэзии нас нулевое окончание не интересует. Нас интересуют те фонемы, которые присутствуют в словах. И под окончанием, когда мы говорим вот в поэзии сейчас, мы подразумеваем просто финальную часть слова. Будь это корень, будь это суффикс, будь это окончание в морфемном смысле. На всякий случай просто так проясняю, потому что, в принципе, мы можем срифмовать корень одного слова. Конь. Конь. Слово «конь», например, да? Например, с каким-нибудь... С какой-нибудь, в общем-то, непосредственно с каким-нибудь морфемным окончанием или, например, с суффиксом. Вообще никаких проблем у нас с этим нет. Лишь бы были такие суффиксы, лишь бы были такие окончания. Важно заметить, что базу рифмы создают ударные слоги. Запомнили. Рифма – это про, опять же, ударные слоги. Не забывайте. База рифмы – ударный слог. Конь. Моль. Там, например, что-нибудь созвучное более-менее я привел. Моль. Боль. Потому что ударные они получаются. Они хорошо рифмуются, потому что это ударные. О, и еще под конец все очень похоже. То есть там хорошее фонетическое совмещение получается. Достаточно богато. То есть, если окончания у двух слов созвучные, то созвучность эта может быть ослаблена тем, что один слог ударный, а другой безударный. Например, думать, строгать. Ать-ать. Заканчивается на ать-ать. Понимаете? То есть, вот у нас два глагола. Думать-строгать. Думать на у падает ударение, а строгать на а. Все. Рифмы нет. Ее почти не слышно. Думать-строгать. Как будто бы это два вообще непохожих слова. Так. Строгать. Да даже слово рога будет здесь лучше, потому что га будет рифмоваться. Строгать. Догнать. Догнать будет даже лучше звучать. Ну, то есть, ать-ать с ударениями. Догнать. Это не рифма, но окончания одинаковые. При этом думать-ума. Ума-думать-ума-ума. Ну, исламского мы его поняли. Рифма, при том, на два слова. Ума-ума. Получается вот дума-ума-ума. Ума здесь ума. И ума. Немножко приглушает звук думать-думать. Дума-ума-думать. Здесь немножко по-другому получается, но в современном стихосложении и такое допустимо. При том, на два слога, так как созвучны оба слога, прежде всего включая ударные, и это создает определенные эффекты. То есть, думать-строгать, ударение, окончание одинаковое. Ну, окончание, опять же, вы поняли в каком смысле. Финальная, заканчивающаяся часть слова, они одинаковые. Думать-строгать. Но ударение не туда падает. Все. Вы профукали рифму. Ужасно. А-та-та. Не одобряю. Так. Типы рифом по месту ударения в слогах измеряются от конца рифмующегося слова. Есть так называемые мужские рифмы. Здесь ударение стоит на последнем слоге рифмующегося стиха. Например, Тень, день, голубой, молодой, красивый. Так, стоп. А вот здесь я накосячил. Красивый. Блин, массивный. Это мой косяк. Шадов нашел ошибку в своей лекции. Красивый, массивный. Убрать отсюда к чертям собачьим. Ненавижу, ненавижу. Профукал, просмотрел. Но мы заметили ошибку. Видели, видите? А, нет, я это оставлю, ребят. Я это оставлю. Чтобы когда вы будете читать эту лекцию, допустим, сами, чтобы вы смогли найти эту ошибку. Я же вам все объясняю. Я учитель, который расставляет ловушки в своих лекциях. Вот это ловушка будет. Это ловушка для тех, кто в нее попадется. Ну, сразу мне пишите. Я вас, короче, прокляну за это наказанием. Бежать, лежать. Мужская рифма является крайне распространенной и простой. Ее, ну, на мой взгляд, не на мой взгляд, ее скорее следует избегать, особенно если последние слоги в двух словах абсолютно идентичны, являются следствием морфем, окончании суффиксов. Ну, это просто в контексте современной поэзии сейчас до вас будет много кто докапываться на всякие квадратные рифмы, особенно на мужские квадратные рифмы. Рекомендую избегать, чтобы избежать всяких вот таких вот эксцессов. Например, крайне просто рифмовать прилагатели и глаголы. Этого нужно избегать в современном, подчеркну, стихосложении, а то поэты заклюют. Буквально, да, почему мы должны этого избегать? Да потому что заклюют поэты. Сейчас у многих это не принято. Сейчас такие рифмы считаются попсовыми, плохими, избегаемых. В общем, запомнили, что существуют мужские рифмы на одинаковое окончание и суффиксы, и что их лучше использовать реже. Если весь стих состоит из мужских рифм на очевидное окончание, то в наши дни это считается плохим тоном. Можно попробовать замаскировать мужскую рифму под созвучие. Молодой молоток. Например, молодой молоток. Тут вообще рифма на три слога с разными окончаниями. Мое почтение. Кто-то постарался. Это будет куда лучше и техничнее, и будет выглядеть довольно неплохо. Женская рифма. Ударение падает на предпоследний слог. Например, кони, пони. Ну, вообще без разницы. А при этом совпадение ударений и форм слова тоже не приветствуется. Вот кони-пони плохая рифма. Но она просто кони-пони. Ну, вы поняли, да? Потому что кони-ни, вот это ини. Есть дактилическая рифма. Здесь ударение падает на третий слог с конца. А почему она дактилическая? А вы посмотрите на дактиль. Посмотрите на дактиль. Посмотрите на дактиль. Вот он дактиль. И в дактиле в конце будет вот такая вот штучка. И будет ударный слог. Он в конце. Рифма будет на третий слог с конца. Получается, что вот дактиль, да? В структуру дактиля эта рифма будет хорошо встраиваться. Прямо идеально. Как и родная. Есть еще гипердактилическая рифма. То есть свердактилическая. Ударение падает на четвертый слог с конца и дальше. Такое происходит редко. разбирать сегодня не будем. Просто знайте, что это возможно. Чисто структурно и на четвертый слог, и на пятый, и на шестой. Нет, на шестой уже трудно. Ну можно попробовать. Рифм можно оценивать и по количеству рифмованных слогов. Чаще всего рифмуется один слог, но иногда бывает и два, три, четыре, да хоть целая строка. Это будет называться понтарифмой. Целая строка, когда рифмуется. Стих, стиль, например, это один слог. Смыслы, выстрел, это тоже один слог. Смы, вы, смы, вы. А вот слырел, это вообще не рифма, это все же один слог. Смотрите, стих, стиль это на один слог. Смыслы, выстрел, это тоже на один слог. А вот дозировка, фрезеровка, это рифма на три слога. Хотя в слове дозировка четыре слога всего, а в слове фрезеровка всего тоже четыре слога. Но до и фре не рифмуются. А зировка-зировка рифмуется, мое почтение. Поэтому вот это трехсложная рифма. Зировка-зировка. Получается вот у нас такое звучание здесь создается таким образом. Но есть еще манга-мамка. Например, два слога тоже. Манга-мамка-ма-ма-ма рифмуется. Нга-мка тоже рифмуется. Более-менее пойдет. Следует заранее заметить, что рифмующийся слог может как повторяться полностью, так и быть созвучным. Например, стих и стиль повторяются не полностью, а дозировка-фрезеровка полностью в словах зировка, ровка, ну или даже зизировка почти полностью повторяются. Зи-зи, очень созвучные штуки. Следовательно, возможно разделить рифмы по точности созвучий. Самыми точными являются так называемые квадраты. Это сленг из рэпа на самом деле, прошу прощения. Сейчас он часто используется и у рэперов, и у поэтов. Слово квадраты, оно крайне распространено. Когда вы говорите слово квадраты, это значит, что у вас в конце слова совпадают окончания. Не в морфемом смысле. Ну и нередко эти же квадраты, они называются богатой рифмой. Она является самой очевидной, потому что совпадает опорный согласный звук. Например, туман, обман. В бедной рифме не совпадают опорные гласные. Например, зову, иду. Эффект рифмы складывается благодаря согласным. В случае примера с у идет. Имеется также ассонансы рифмов, которые совпадают гласные, ударные звук, но не совпадают согласные. В диссонансе все наоборот. Мы их не будем разбирать, это нюансы. Потом. Когда-нибудь сами разберете. Более того, так как рифмуются слоги, рифмы могут быть составными. Например, пара белум, пара белок. Два слова. В чем смысл составной рифма? В том, что одно слово или два слова разбиваются на некое количество более маленьких слов. Например, пара белум, пара белок. Пара-пара, вот пара белум, пара-пара и белум белок будет. Оксфорд, Коксфорд. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, гениально. Интеллигенция, мы в теле Герцена. Ну, например, да, интеллигенция, одно большое слово, мы в теле Герцена. Можете, кстати, поиграть с составными рифмами. И с ними очень просто играть на самом деле. Я не знаю, берем какое-нибудь большое слово. Ну, философия. Нет, я не смогу его, наверное, разбить. Я сейчас не смогу его разбить, надо долго думать. Философия. Пил. Пил пособие. Что? Пил пособие. Можно и так. Сочи-нение. Дрочим Ленину. Что? Ладно, поехали дальше, поехали дальше. Прошу прощения, разбиения пошли. Кстати, составные рифмы, они так называются в более-менее нормальном исследовательском, да, когда люди исследуют стихосложения. В рэпе составные рифмы называются разбиениями. На всякий случай поясняю, когда рэперы говорят, вот у нас разбиение, они имеют в виду составную рифму. То есть, интеллигенция, мы в теле Герцена, парабелум, парабелок. Также доступны рифмы на два слова. Ну, как это, двойные рифмы в рэпе называются, тройные рифмы. Ну, они задолго до рэпа были, двойные тройные рифмы. Так что, не думайте, что рэперы все это изобрели. У того же Гетты, мы вот вчера читали стихотворение Гетты, и мы видели там двойные рифмы, чё бы и нет. Это когда два слова, ну, например, парабелок, не знаю, тара, стрелок, вот, два слова. То есть, здесь не разбиение, как парабелум, парабелок, здесь произошел развод двух слов, да, одно слово превратилось в два условно. Нет, здесь просто два слова параллельно друг к другу рифмуются. Парабелок, парам, не знаю, белым и так далее. Или можно еще попробовать ассанансная рифма, диссонансная рифма. Что? Что? Ладно, нельзя, чтобы слова совпадали, кстати. То есть, нежелательно рифмовать на рифма-рифма. Ассанансная рифма, диссонансная, не знаю, милфа. Так, боже мой, а я хотел, а я хотел приличную лекцию сделать. А я хотел сделать приличную лекцию, но вот я решил на рандоме нарифмовать, и у нас получилась диссонансная милфа. Все, это конец. Я пытался сдерживаться буквально до этого момента, друзья. 48 минут прошло. Все, диссонансная милфа. Поздравляю, друзья, отлично. Отлично, отличная рифма, бро. Слушайте рифмы. Диссонансная милфа. Вот это круто. Да. Ставная рифма, это когда слово или слова рифмуется на большую группу более маленьких слов. Все просто. Двойные и тройные рифмы, это рифма параллельно сразу нескольких слов, которые идут рядом, обязательно рядом. Ну вот, например, ассанансная рифма, диссонансная милфа. Двойная рифма пусть будет такая. Думаю, теперь у вас есть весь инструментарий, чтобы озвучить основные правила, нарушение которых, как и всегда, возможно, но только на свой страх и риск и только ради чего-то стоящего. Главное правило, основное правило, вообще не нарушайте, запрещаю, приду, побью лично и, в общем-то, и так далее, и так далее, и так далее. Не рифмуйте на однокоренные слова. Не рифмуйте на однокоренные слова. Еще раз. Не рифмуйте на однокоренные слова. все просто видите слово, оно однокоренное с другим словом, которое рифмуется это плохая рифма вас за нее напинают все и рэперы, и поэты и даже ваша собственная мать посмотрит на вас, как на полного конченого ублюдка и плюнет вам в лицо, если она увидит однокоренную рифму, запомните запомните это навсегда никогда, ни ваша мать ни отец, ни бабушка, ни дедушка не простят вам однокоренную рифму, вообще нельзя нельзя, даже классики так не рифмовали, нельзя, запрещено просто однокоренные рифмы забудьте забудьте, это слишком просто, это запрещено в самой обычной даже поэзии, это даже не рэп еще, я просто замечу, что рэперы очень любят угорать по рифмам, и они любят сложные рифмы, это наверное единственное, в чем рэперы преуспели, поэтому когда вы будете вообще, ну, с рэперами общаться, просто помните вот этот момент, что там культура рифмы, она значительно более требовательная, чем в поэзии ну, то есть, даже если не у рэперов мы, как бы, встречаемся с неодобрением однокоренных рифм вот, ну, это уже что-то значит если даже классики не рифмовали на однокоренные, ну, избегали этого, то тоже это тоже многое значит второй пункт важный в качестве в современной поэзии, важный в современной поэзии, но при этом необязательный классики уже вот так вот рифмовали в общем дело, да, то есть первый пункт даже классики так не делали, второй пункт классики так делали, но сейчас это немножко зашкварно выглядит старайтесь избегать грамматических рифм, это рифмы одинаковых частей речи в одной грамматической форме этим классики уже пользовались, но в современном мире после футуризма и рэпа подобных рифм стараются избегать, они мне кажется многим примитивными, если не хотите нарваться на критику, постарайтесь их избегать, ну или по крайней мере сделайте так, чтобы грамматические рифмы не составляли 100% от того, что вы там нарифмовали, там разбиение, созвучие поменьше грамматических рифм, и может быть будет очень даже неплохо, и может быть много кому понравится все, вот здесь вот как-то так руководствуйтесь правилом, чем меньше грамматических рифм, тем лучше, они возможны, может быть для того, чтобы смысл передать они нужны, я и сам пользуюсь грамматическими рифмами, я вам честно скажу, я признаюсь, я не пользуюсь однокоренными рифмами, я пользуюсь грамматическими рифмами, я пользуюсь вообще всем спектром рифм, которые имеются от грамматических до разбиений, это в принципе небольшая проблема, потому что и классики пользуются, и многие современные поэты пользуются, и в принципе, когда до вас начинают докапываться, вы можете этого человека послать нафиг, но на всякий случай учтите, да, расширьте диапазон своих рифм до максимума, и И сначала старайтесь учиться, исходя из сложных рифм. Ну, вы сначала порифмуйте на простые, потом переходите быстрее на сложные, разбиение, созвучие, там окончания не совпадают, и вы такой крутой, и вы такой классный. И потом постепенно начинаете сбавлять больше содержания, прибавляя в ваши работы. Так расширится диапазон рифм, на который вы можете рифмовать с одной стороны, и с другой стороны вы постепенно придете к хорошему содержательному тексту, я надеюсь. Из грамматических рифм больше всего бойтесь рифм на глаголы. Почти табу в рэпе, почти табу в более-менее современной поэзии, рифмы на глаголы считаются максимальным зашкваром. Думать, не знаю, так, ладно, бежать, лежать, нет, не надо, не бежать, не лежать, успокойтесь. Кстати, избегайте банальных рифм, еще кровь, любовь, вот это вот все вообще оставьте позади, это вам не надо. Кровь, любовь, бровь, морковь, свекровь и так далее. Вот это вот все уберите пока в долгий ящик, ищите более-менее новые рифмы, даже если вы хотите квадратить. То есть ваша цель нарифмовать более-менее уникально, даже если вы какой-нибудь там, ну если вы не стремитесь к очень сильной рифме со созвучиями, все равно старайтесь не использовать очень банальные рифмы. И глаголы вообще не забейте. Как можно меньше глаголов. Менее предвзятое отношение у поэтов к рифмам на прилагательные, с существителями дело обстоит еще значительно проще, но существительные и квадратные можно уже более-менее рифмовать, так что тоже имейте это в виду. У нас есть такая иерархия, рифмовать на глаголы вообще не надо лучше, но особенно вот на глаголы в одной и той же форме старайтесь маскировать. Давайте я объясню, как это делать сейчас. На прилагательные вот так вот, вот эти вот и, и, и вот эти вот окончания, вы такой, не, 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 лучше не надо. А с существителями, ну, по большей части можно. Так, теперь еще один важный совет. Закрывайте квадратные окончания. Например, не море горе, а море горем. Ах, ах, как обманули, да, непосредственно поэтов. И они такие, что, как, море горем, ну ты даешь. Не, на самом деле это тоже будет достаточно видно. То есть, ну, человек грамотный, он, конечно, увидит, что у вас море горем, он просто такой, э, ну, море горе, как бы, это же, ну, ну, то чуть-чуть слово изменил, чувак. Ты что, тупой, что ли? Он это заметит, если он внимательный. А если он не очень внимательный, это поможет. То есть, если у вас есть открытая и очень квадратная рифма, море горем, ну, типа, ну, типа, да, знаете, немножко, это как большую трещину в стене, вы ее так немножко замазали, и то, и то не чем-то хорошим, не бетоном замазали, а типа так штукатуркой немножко прошлись, и так, ну, и так сойдет. Ну, и так сойдет, в общем. Вот такой совет, закрывайте квадратные окончания, на всякий случай пригодится. Такая рифма будет все равно лучше, чем квадратные, но все равно многие заметят подвох, потому что слишком просто. Дальше. Лучше используйте рифмы в разных грамматических формах и разных частей речи, при этом делая так, чтобы окончания не совпадали. Ну, вот, например, у меня тут вот такая вещь. Королевский, фрески. Королевский какой? Прилагательные, фрески. Это у нас существительное. Королевский, фрески. Вот, разные формы, разные части речи, в принципе, пойдет. Передох, переход. Вообще на три слога. Мое почтение. Батя вообще шарит. Вот, дох, ход, вообще просто буковки так. Опа, поменялись. Вообще шикарно. Передох, переход. Мое почтение. Круто. Передох, что сделал, глагол. Переход. Ну, вы сами понимаете, что это. Это существительное. Меня менял. Местоимение и глагол. Вот вам тоже допустимая рифма. Пользуйтесь, короче, пользуйтесь. Подбирайте слова в голове. Если вам уж слишком... Если вы слишком задрот, в общем, если вы хотите очень сильно в технику работать, я вам рекомендую сделать все немножко посложнее. Вы можете взять и выписать большое количество рифм перед тем, как написать стих хороших рифм. Смысловое содержание от этого у текста пострадает довольно сильно, и это будет выглядеть как рифма ради рифмы, но для первоначальных упражнений подойдет. Выписывайте сложные рифмы на три слога, типа передох, переход, королевский, не знаю, галлофрески, там вот это вот такое, не будет какое-нибудь разбиение или очень сложная рифма, не знаю. Так, под меня, код менял, там вот такие вот двойные, да, выписывайте, я вот такие вот, не знаю, придумывайте разные рифмы сложнейшие, огромнейшие такие, такие мощные рифмы придумываете, чтобы прям вау, и потом вот в это все, в структуру какую-нибудь рифмованную закидываете, у вас получается, ну, такой тренировочный игровой текст, в котором вы можете показать, какой вы замечательный техник. Все это, конечно, с годами постепенно становится, ну, ставится, и вы, в принципе, сможете рифмовать и сложно, и просто, и смысл выбирать под предложение свои, под свои стихи. Но для начала рекомендую просто в игровой форме действительно взять и выписывать похожие слова, сложные рифмы, без совпадающих окончаний, и смотреть, смотрите, королевский, почему рифма здесь происходит? Потому что ки, 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 еще слушайте, королевский, фрески, королевский, фрески, ки, слушайте, слушайте, слушайте рифмы, бро, слушайте рифмы. Рифмы надо слушать. Понимаю, запомнили, да? Рифма это не слово, это не то, как написано, Это то, как слышится. Голова работает, мозг включается. Запомнили главное правило. Рифма это не буквы. Рифма это звуки. Все. Поняли? Поняли, съели, проглотили, запомнили. Очень важная мысль. Очень важная мысль. И вы эти звуки прочитываете отдельно. Это королевский, фре-ски, левский, фре-ски, левский, резкий, 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 резкий. Поняли? Рифма есть. Она вот так вот звучит. Пере-дох, пере-ход, пере-дох, пере-ход, пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-дох, ход-дох, 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 ход-дох. Короче, видите? Это все слышно. Меня-менял. Тут вообще структура слова повторяется. И звуковая структура, что самое главное. Слушайте звуковые структуры. Вы можете не осваивать, кто на гласную рифму, кто на согласную, и так далее, и так далее, и так далее. Вы все это можете слышать. У вас есть все инструменты для того, чтобы слышать рифму. У вас есть уши, у вас есть рот. Вы можете проговаривать вслух рифмы. И поехали. Сочиняем сложные рифмы в отдельном тексте, и все будет хорошо. Следующее правило. Даже в составных рифмах старайтесь не допускать квадратов и прочих вышеописанных проблем. Седьмое правило. Чем больше слогов в рифме, тем вы можете себе позволить, тем лучше рифма сама по себе. Тем она сложнее, тем выше она будет оценена. Постарайтесь не рифмовать на шипящие слоги. Это дополнительное вам условие, усложняющее, если хотите. Просто забейте на шипящие, и на них проще рифмовать. Есть некоторые направления, которые запрещают вам рифмовать на шипящие слоги. И постарайтесь не рифмовать на имена собственные. Все. Ну, то есть какой-нибудь там Галилей, не знаю, лебнец-шмейбец, вам не пойдет рифма. Шмейбец, я только что слово придумал. Могу себе позволить. И следующее правило, наверное, одно из самых важных. Старайтесь экспериментировать с рифмой. То есть, если вы используете рифму много раз и украли ее из какого-либо источника, то она постепенно будет надоедать читателям и слушателям, а также привлечет критиков. Ваша цель в идеале не только рифмовать по правилам, но и рифмовать так, как никто не рифмовал до вас. Это в идеале. Ну, не в идеале, хотя бы не тривиально. Кровь-любовь, до свидания. Уходите. Никакой кровь-любовь нигде, никогда. Просто, если вы используете рифму кровь-любовь, просто ваша мама врывается к вам домой, как только вы пишете кровь-любовь сбитая и бьет вас по голове и лупит вас до крови из-за этого. Ну, вот это то, что вы заслужили, когда рифмуете кровь-любовь. И надеюсь, так оно и будет. Не, никогда, вообще никогда. Боль, боль, страдание, презрение вас все возненавидят, когда узнают, что вы рифмуете кровь-любовь. То есть, смотрите, вот буквально, да, вот открываются специальные камеры для вас, вас туда заводят, людей, которые рифмуют кровь-любовь, и нажимают на рычаг. Не одобряю, кстати, эту шутку, она ужасная, если что. Но я вас предупредил заранее, что с такими людьми, которые рифмуют кровь-любовь, случается. Забудьте вообще про эту рифму. Кровь-любовь-бровь-морковь-вот эта вот вся штука. Нафиг. Дело даже не в том, что это квадрат. Дело в том, что это настолько банальная дичь, это настолько тривиальная тривиальщина, что ее рифмуют вообще почти все начинающие поэты. Воздержитесь. Если вы там уже больше года занимаетесь поэзией, у вас еще все еще кровь-любовь, ну, это о многом говорит о нашем обществе. Теперь замечу, что в стихах рифма это не главное. В целом можно отказаться от рифмы и не рифмовать только на квадраты. Более того, существуют холостые рифмы, когда рифмы вообще в строке нет. То есть у вас вроде бы весь стих зарифмован, и тут холостая рифма, и просто ее нет на этом месте, где она должна быть. Это тоже определенный прием, и он тоже допустим. В целом можно отказаться от рифмы, или рифмовать только на квадраты, или даже использовать грамматические рифмы, это не критично. Все же я советую вам, если вы хотите стать хорошими поэтами, изучить все, что я вам сказал, и попрактиковаться в изобретении сложных рифм. Вам нужно, как минимум, расширить свой технический диапазон, чтобы не оставаться на уровне только лишь простых богатых рифм с одинаковыми окончаниями. Это будет выглядеть по-детски, а во-вторых, вы таким образом сможете выразить куда меньше, чем если вы пользовались всем диапазоном рифм. Попробуйте попрактиковаться вот в этих вещах, которые я расписал. Технически изучите рифмы без совпадающих окончаний, а также разбиения. Доведите до автоматизма разные сложные рифмы, чтобы уметь их понимать и анализировать. Пишите свои стихи с тем или иным ритмом и сложными рифмами. На данном этапе можно без особо сложного и глубокого смысла. Сама по себе техника. Это дело довольно простое. Самое сложное начнется, когда вы начнете совмещать технические составляющие и содержание. И большинство трудностей и ошибок происходит именно на этом уровне. Пока отработайте технику, это довольно игровая вещь. Рисунок рифмы. Рисунок это взаимное положение рифмующихся строк относительно друг друга. Например, вы можете рифмовать в стиле АА. То есть, привет, дружок, ты пирожок. Например, вот тут дружок, пирожок. Вот там АА. Познакомились. Да, одна и та же рифма обозначается одной и той же буквой. АА. Дружок, пирожок. Или в стиле АБА. Привет, дружок, ты очень глупый, но пирожок. Слово ты глупый очень, ну вот просто вот какое-то здесь ты пирожок. Чаще всего мы имеем дело с рифмой АБАБ. Это очень частая рифма. Она почти... Вот такой рисунок рифмы, он повторяется очень часто. Привет, дружок, ты глупый очень, но пирожок мой сильно хочешь. Например. Ну, вот пусть будет так. Очень хочешь, пирожок, дружок. То есть А это дружок, пирожок. То есть ЖОК. Повторение ЖОКа. Вот это будет А. Слово очень хочешь, ну это Б. Все понятно. Разметка понятна. Теперь поехали. У нас здесь целая большая таблица. Ее тоже можно будет прочитать, когда я вам выдам данную лекцию. У нас есть разные заходы. Вот Дистих, Терцет, Катрены разные существуют. Вот Терцеты вы видели. ААА может быть Терцет. АБА. БАА. Ну, АББ. Там, я не знаю, что угодно. Катрены это уже 4 строки. Это АБАБ. Или АББА. Или А. Ну, дальше, короче, уже квинтет идет. А, Б, Б, А, А. Ну, и так далее, так далее, так далее. То есть всяких комбинаций вот этого вот всего существует довольно много. Например, есть такая штука, как Онегинская строфа. Ну, вы ее тоже можете разбить на вот эти буковки и посмотреть, какое у нее содержание. Просто вы можете этот рисунок рифмы делать абсолютно разным, каким вам хочется. Можете его повторять, а можете его искажать. Ну, обычно все лоботоники классические. Вот, например, почему Пушкин Онегин написал в Онегинской строфе и старался не отклоняться от этого плана. Ну, потому что так наиболее систематично, так наиболее сложно, так наиболее мощно. Как бы все видят, что вы в эту область постарались очень сильно вкатиться. Так вот, я вам рекомендую как творцу создавать новые комбинации рифмовых строков, но прежде всего осваивайте классические А, Б, А, Б и А, Б, А. Вот это вообще классика, ничего более классического на самом деле и нет. Это очень частые рифмы А, Б, Б, А и А, Б, А, Б. Особенно А, Б, А, Б вообще стандарт. Почти все поэты, ну, вот большинство тихов написано вот так вот. Например, стихотворение Пушкина, которое мы уже разбирали. Где оно там у нас, где оно там у нас, где оно там у нас. Сейчас, давайте Пушкина. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Суровых сосновых, моя, меня, А, Б, А, Б. Поняли? Вы поняли? Приняли, изучайте, пробуйте рисунок рифмы. Это очень простая тема, я не думаю, что имеет какой-то смысл останавливаться на рисунке рифмы намного дольше. Практикуйте. Сейчас будет тема немножко посложнее. Риторика. Еще одним важным фактором стихотворной техники, я считаю, что риторика это техника прежде всего. Это прежде всего технический набор определенных умений. Еще одним важным фактором стихотворной техники являются те риторические фигуры, которые мы применяем. Сразу замечу, что многие эти фигуры мы и так применяем в речи, а потому вы и сами придете к ним в той или иной форме. То есть это даже не вполне обязательно для изучения, на самом деле. Я вам честно замечу, что я взял все, что будет ниже с определенного сайта. Все, что будет ниже именно по риторическим фигурам. На сайте все хорошо. Я проверил, по своим знаниям все совпало. И, соответственно, здесь многие слова я не использую в своей речи. Например, если вы скажете мне слово эпентеза, я разведу руками в обычной жизни, но все равно я ее использую. Ну, то есть почти все эти фигуры мы используем, чаще всего не зная их значений. Запомнили. И нет ничего постыдного в том, чтобы не знать значений слов вот этих риторических фигур. Они очень сложно названы, очень строго разбиты. И это имеет смысл прежде всего для исследователя. Но мы сейчас как исследователи подойдем. Короче, эпентеза. Ставка. Риторическая фигура, возникающая путем добавления в середине знака произносимого слова лишнего слова. Так в русском просторечии говорят «нгавица», «радива». Художник может использовать эту фигуру для речевой характеристики героя или создания насмешливой ироничной авторской речи. Это художественное средство применяется и в изобразительном искусстве, например, при создании карикатурного портрета или шаржа. Синонимия. При одном и том же означаемом составные элементы означающего заменяются другими. Так в «Медном саднике» Пушкин обычное словосочетание «холодное тело» заменяет поэтическим выразителем «хладный труп». К частным случаям стилистической синонимии относятся архаизмы. Замена современного понятия устаревшим, вышедшим из употребления. В «Пророке» Пушкина читаем «Перстами легкими, как сон, моих зенит скоснул сон». Неологизма. Вновь образованные слова. Например, с помощью неологизма «Громкокипящий кубок» Тютчев создает яркий поэтический образ стихотворения «Весенняя гроза». Также можно вообще создавать очень странные штуки. «ЕУЮ», «АИАС», «АОА», «ААА», «ИСЕ», «АОА». Короче, «Крученых», «Высоты». Можете вообще фантазировать на данную тему разными способами. Также допустимо цитирование иностранных слов. Перемещаемся дальше. «Каламбуры», «Игра слов». Я думаю, это вам известно не только из поэзии, что такое каламбуры. Можете каламбурить, в поэзии вполне допустимо. «Анаграмма», «Риторическая фигура, образующаяся путем перестановки на морфологическом уровне букв в слове». Впервые употребил эту фигуру греческий грамматик «Ликофрон». Пример анаграммы «Ропот», «Топор», а также такие псевдонимы, как «Харитон», «Макентин» и «Антиох», «Кантемир». «Полиндром», «Перевертень», «Перевертень» еще называется. Что такое «Полиндром»? Смотрите, «Я иду с мечом судья» и переворачиваем, читаем наоборот. «Я иду с мечом судья». Все, то же самое получилось, поняли? Вот, читаем в одну сторону, получилось одно, и читаем в другую, то же самое получилось. Вот это «Полиндром», «Перевертень». Допустимо, такие штуки тоже, очень интересно. Эллипс. Художественно-выразительный пропуск в речи частей предложения, которые в силу избыточности информации, заложенной в высказывании, подразумеваемы и могут быть мысленно восстановлены. Так Жуковский в стихотворении «Певец. Восстание русских воинов» опустил глагол «Превратим мы села в пепел», «Грады в прах», «В мечи, серпы и плуги». Заменил, заменил. Эллипс. Вот вам прекрасный пример. Сокращение синтаксических знаков тоже допустимо. Это риторическая фигура, сходная с синдентоном. Кстати, вот эту штуку я тоже не знаю. Впервые допустил исключение синтаксических знаков из поэтического текста французский поэт Аполлинир. Позже эту риторическую фигуру стали применять многие поэты и прозаики. Но при использовании этой риторической фигуры недопустимо нарушать границы избыточности, так как синтаксическая неопределенность вследствие сокращения знаков припинания может обернуться смысловой неопределенностью. В кино знаки припинания, ну с кино мы не будем разбираться. Амплификация, следующий пример. Перечисление и нагромождение. Ярким примером этой риторической фигуры может служить следующая астрофа Евгения Онегина. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят. Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шихать, хлопать. Еще снаружи и внутри везде блистают фонари, ну вы поняли. Например, кстати, наверное, самый канонический пример амплификации это перечисление кораблей у Гомера. Селепсис. Риторическая фигура, возникающая путем художественно-выразительного нарушения правил согласования морфем и синтагм. По роду, числу, лицу и времени. Гюго, например, принадлежат строке. Просыпаешься утром и вся семья вас обнимает и целует мать, сестра, дочь. Хиазм. Это риторическая фигура, которая задает определенный порядок в одном предложении, а в другом возникает его обратная зеркальная симметрия. Композиционная фигура, в которой из двух предложений, построенных на синтаксическом параллелизме, второе предложение строится в обратной последовательности члена. Вспомним пушкинские строчки. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. То есть ей здесь в конце, женщина в начале. То есть у нас имеется такое дело, что у нас вот есть подлежащее сказуемое, сказуемое, подлежащее. Вот так вот. Ну, объяснение такое же здесь, да. Параллелизм. Одна из двух строк по своему синтаксическому построению повторяет другую. Что тебе эта скопия пьющая, что тебе этот бедный народ. Ну, то есть, заметьте, вы в стихотворениях будете использовать такие вещи, как параллелизмы, сравнения, метафоры и многие другие вещи, которые здесь уже были, просто автоматически вы к этому вообще, в принципе, привыкаете. К тому, что многие вещи в поэзии, они присутствуют и даже в обыденном языке. И ввиду этого вы просто будете с этим работать и будете с этим жить. И вам не обязательно даже все это запоминать. Хотя, если вы хотите стать очень хорошим ритором, было бы неплохо. Инверсия. Проявляется в изменении порядка подлежащего сказуемого обстоятельств времени и места, а также при сходных операциях, касающихся таких пар, как глагол на речи или существительное прилагательное в роли определения. О, печально, печально была моя душа. Верлен. Антономазия. Замена имени лица предметом, к нему относящимся, или нарицательного имени собственным. Так, в Моцарте и Сальере Пушкин называет Микеланджело создателя Ватикана. А в одном из стихов врача именуют Эскулапом. Одна из главных риторических фигур, мы наконец-то дошли до самого важного, то, чем вы будете конкурировать с другими поэтами, если вы будете конкурировать с помощью риторики. А можно не конкурировать с помощью риторики, но это же другой вопрос, да? Так вот. Одна из главных риторических фигур на службе поэтики и эстетики – метафора. Установление в художественном сообщении смысловой связи по сходству, изменение смыслового содержания слова, шире вообще знака. Отсылка и к прямому, и к переносному его значению. По образному выражению группы метафора – это маленький смысловой скандал. Как перенос наименований по аналогии, она служит мощным фактором обогащения понятий. Базой для создания метафоры является сходство. Проявляющееся в пересечении двух значений слова или другого знака. Метафора как бы раздвигает границы текста, создает ощущение его открытости и так далее, так далее, так далее. Человек, ну, например, метафора Паскаля. Человек всего лишь тростник слабейшей из творений природы, но он тростник мыслящий. Ну, очевидно, что человек не тростник. Все здоровые люди, все здоровые люди здесь, которые сидят, поняли, что человек не является тростником. Правильно? Правильно? Правильно. Окей. И это метафора. Вы все поняли, что это метафора. Это определенного рода иносказание. Метафора иносказание. Вот так вот можете на русский перевести, чтобы вам было понятно. Иносказание. Сказать по-другому. Человек всего лишь тростник. Не знаю. Что еще? Давайте придумаем какую-нибудь метафору. Какую-нибудь метафору придумаем. Мне почему-то эфемизмы всякие в голову лезут постоянно после стриминга, на самом деле. Я пытаюсь воздержаться от них сейчас, но не знаю, получится или нет. Ну, окей. Окей, окей, окей. Ну, например, приведем такую метафору. Некий человек, некий христианин, знакомый нам. Некий нам знакомый христианин, судя по его ногам, он, как бы это даже сказать-то вам, чихуахуа, в общем. Чихуахуа, постоянно лающая, такая гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, короче. Вот так вот. Вот такая вам метафора от Shadow. Сейчас просто сейчас придумал. Да, гениально. На самом деле, мне стыдно, на самом деле. Мне стыдно, на самом деле. Поехали дальше. Метафора позволяет сближать разные предметы и лучше описать один из них, а может быть даже и оба. Не случайно она часто оформляется при помощи союзов, как подобно слово, способно способствующих сравнению и установлению похожести или тождественности. Таковы стереотипные сравнения. Ясный как день, один как перст. Риторические фигуры в известном смысле ложны, и заключенное в них отождествление никто не принимает буквально. Ну, вы это уже поняли. Сухо, так сухо во рту, будто солнце я съел. Близкой к метафоре и риторической фигуре является сравнение. Выявление общего признака при совопоставлении двух явлений. Например, у Пушкина в стихотворении Анчар встречается такое сравнение. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Так вот, смотрите. Сейчас я от себя немножко добавлю про сравнение. Многие поэты, вообще многие новички, многие начинающие авторы, которые только-только начинают заходить в поэзию, делают очень серьезные нарушения в сравнении. В чем заключается сущность сравнения? Вы выявляете некий общий признак при совопоставлении двух явлений. Анчар, как грозный часовой, стоит. Стоит, да? Стоит. Грозный часовой стоит? Стоит. Анчар стоит? Стоит. Признак какой? Стоит. То есть, можно эфемизм попробовать применить здесь. Стоит, как, например, да? Неважно, неважно, с чем вы будете сравнивать. У вас должно быть совпадение признака. Плывет, как рыба, не знаю, летит, как птица, вращается, как планета и так далее, и так далее, и так далее. Многие люди почему-то не могут уловить общий признак. То есть, или они берут и расширяют общий признак. Ну, например, я не знаю, статуя, 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 допустим, статуя. Как? Нет, нет, я даже это придумать не могу. Многие люди такие ошибки допускают отвратительные, что даже придумать на ходу сложно. То есть, они берут и в общий признак помещают что-то, что выводит его из качества общего признака. Ну, вот смотрите, у нас есть какой-нибудь общий признак. Например, Шадов, как и Джонни Депп, ну, например, у них темные волосы. У Шадова, как и у Джонни Деппа, темные волосы, например. Но кто-то, например, скажет У Шадова, как и у Джонни Деппа Темные, длинные, кудрявые волосы Но у Шадова не кудрявые волосы И они не совсем длинные Понимаете, да? Понимаете, в чем фишка? То есть некоторые люди могут сравнить И вот в этот вот признак поместить слишком много Поместить слишком много И тогда не получается сопоставление двух явлений То есть два явления становятся несопоставимы То, что было помещено в признак Оно относится только к одному явлению И это ошибка в сравнении Не допускайте таких ошибок в сравнении То есть у вас в сравнении должно быть то, что объединяет два явления Ну, например, Шадов высокий, как и Илья Николаевич Храбров Допустим Ну я, правда, пониже, скорее всего Кстати, скоро узнаем Или, например, меч острый, как бритва Бритва острая Ну, скорее всего Да, вообще, по-хорошему Нормальная бритва Этот меч был острый Как и наточенная бритва Вообще, вот вообще будет прекрасно Потому что заточенная бритва Но она наверняка имеет свойство быть острой Может быть Существует тупая бритва? Тупая бритва существует То есть не всякая бритва является острой Хотя по-хорошему бритва должна быть острой Ну, все же не всякая рифма Не всякая рифма И не всякая бритва является острой Поэтому, да, лучше немножко даже уточнить Чтобы у вас точно получилось сравнение Чтобы вы точно сравнили Более того Люди выделяют в качестве общего признака Иногда такие вещи Вот у тех явлений Которые принадлежат, например, лишь некоторой группе явлений Подобного рода Ну, например Она была сильной, как мужчина В чем ошибка? Не все мужчины сильные То есть Она была сильной, как мужчина Не самое лучшее сравнение В смысловом плане Потому что не всякий мужчина является сильным Ну, или, например Ну, или, например У нее была большая грудь, как у женщины Но не у всякой женщины большая грудь Более того, даже, наверное У наибольшего количества женщин Маленькая грудь Относительно Мы не понимаем даже Какого размера у него грудь была У него была большая грудь, как у женщины У какой женщины? Что за женщины? Ну, что это за женщина такая С большой грудью? Давно таких не видел Так скажем То есть, да Когда вы берете в качестве общего признака Из одного явления для сравнения с другим Тот признак, который не является признаком Для всей группы явлений Это неправильное сравнение То есть, смотрите Желательно вам отыскать в сравнении Атрибут Атрибут какой-то у предмета Атрибут это неизменное свойство Неизменное свойство Запомнили Ну, например Ну, или по крайней мере Такое свойство Которое повторяется Ну, в подавляющем большинстве случаев Прям вообще в подавляющем Подавляющем Чтобы никаких сомнений не было Ну, он был большим как бык Например, бык большой Как слон Как слон Слоны обычно большие Ну, кроме Детенышей Детеныши маленькие А вот слоны сами большие обычно Он был большим как слон Окей Хорошо Слоны действительно большие Вроде бы проблем не наблюдается И вроде бы Все как бы здесь ровненько Но при этом Он был большим как собака Не работает Потому что бывают Большие собаки Бывают маленькие собаки Бывают очень маленькие собаки Это можно даже как оксюморон трактовать Кстати, сейчас будет оксюморон Да, скоро Но вы понимаете Есть там чихуахуа Есть там какие-нибудь Супергигантские лабрадоры Огромные Двухметровые Которые больше людей И даже иногда слонов Это шутка В общем, вы понимаете Со сравнениями будьте очень осторожны Ошибки в сравнениях допускаются крайне часто И здесь нужно очень четко анализировать Значение тех слов Которые вы используете И объемы понятий Которые вы используете Если вы будете нарушать эти правила В конечном итоге У вас будут стихи Как у Арчета и Стефании Данилова Вот Арчет и Стефания Данилова Они постоянно нарушают Вот эти правила Которые я обозначил со сравнениями У людей нету представления О значениях слов Об объемах понятий У них нет представления И поэтому они В качестве сравнительного признака Выдвигают такой признак явлений Который не является общим Для всех явлений Того или иного рода Которые упоминаются Ну, например, да Хорошее сравнение Он был полосатым Как тигр Или пятнистым Как леопард Ну, или, например Плохое сравнение Плохое сравнение Он был Он был полосатым Он был полосатым Как представители рода кошачьих Но большая часть представителей рода кошачьих Не являются полосатыми Поэтому данное сравнение не имеет смысла А вот полосатым как тигр имеет смысл Потому что большинство тигров полосатые Потому что это похоже даже на некий Часто распространенный признак среди тигров Который позволяет нам отличить тигра от не тигра Вот Понимаете Это очень простые вещи Приходится их объяснять Это вроде бы в школе должны были объяснять Но многие современные поэты Не понимают, как работают сравнения Прошу прощения Я поэтому делаю акцент на это Потому что есть такие люди Как Арчет Как Стефания Данилова Они до сих пор не освоили очень важные вещи Со школьного курса Ну всякое бывает Поэты, мастера слова Нихуя в словах не понимают Ну это обычное дело для российского искусства Оксюмарон Тесное средство в синтагме двух знаков Или слов с противоречащими значениями Прямое соотнесение или совмещение Контрастных, казалось бы, несовместимых признаков Черное солнце Живой труп Великолепие бесстыдства Или что-то вроде того Смотрите Вот здесь Оксюмарон Он вам задает такие вещи Позволяет вам совмещать Которые несовместимы Такое внутреннее противоречие Например Например, умный аналитический философ Это шутка Это шутка, это не Оксюмарон Это шутка Бывают умные аналитические философы Вы поняли прикол Это был прикол Это был не Оксюмарон Ну или, например Я не знаю Что может быть Что может быть такое близкое Что может быть такое близкое Доминирующий убер-маргинал Убер-маргинал, доминатор, короче Альфа-маргинал Альфа-маргинал Оксюмарон Высокий ежи Высокий ежи Оксюмарон последовательный Илья Николаевич Храбров последовательный Илья Николаевич Храбров ну Илья Николаевич, он замечательный автор, творец и он тот еще хаосит, за что мы его и любим поэтому последовательный Илья Николаевич Храбров это оксюмарон будет, хотя может быть когда-нибудь Илья Николаевич станет последовательным все может быть не знаю болезненная сладость какая-нибудь болезненная радость счастливое горе и вот такое 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 кстати оксумарон часто применяют для меня это наверное одна из таких фигур которые я использую ну нередко повтор повторение звуковых знаковых синонимических всяких там вещей и так далее так далее так далее повтором считается вообще там любой повтор я повтор использую крайне часто я повторяю строки я зацикливаю строки я строки структуры переповторяю то есть этим средством я тоже использую пользуюсь довольно часто повтор очень частая штука вообще тоже в поэзии часто встретить антитеза противопоставление различных резко контрастных явлений она строится по логической форме они есть не антит ну она не строится в такой форме обычно я царь я раб ну вот как-то так я червь я бог державен ну вот да антитеза я царь я раб я червь я бог антитеза я тоже часто использую антитезы простые к простая фигура я царь я раб я червь я бог вот вам антитеза наложение употребление слова одновременно и в прямом и переносном фигуральном значении наиболее распространенной его формы является наложение которое основывается на двух значениях слова выраженных в одном из его употреблений и вспоминают вас перебирая пепел своего очага и сердце своего пепел сразу в двух значениях здесь используется своего очага пепел очага прям можно в прямом значении да это как-то воспринять и с другой стороны это кэш переносное значение оно здесь основное есть существует гипербола преувеличения ну например ноги некого христианского мыслителя маленькие как атомы вот на меня это ли то так это кстати ли то то это ли то то илья николаевич храбров высокий как жираф гипербола 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 как видите вот здесь вот а это код тигр то же гипербола я не знаю что еще можно придумать что еще можно придумать много много на самом деле примеров можно придумать по гиперболе ну вот я не знаю сильный как лев я не знаю сильно как арно Pacnog мускулисты как арнольд сварценеггер ну например да применимо ко мне я я явно не мускулисты как арнольд сварценеггер но можно гиперболу сделать такую играю шахматы круто как карпов каспаров то совершенно такое а ли то то например преуменьши преуменьшение ежи маленький как котенок или например убер маргинал горбатый как горбун из нотердама хотя понятно что убер маргинал помимо просто немножко осанка вот так и у меня тоже кстати не очень осанка я тоже горбатый как горбун из нотердама тогда и ничего обидного в этом не вижу это ли то то тут преуменьшающий характер имеет в общем то дело и все довольно это интересно на самом деле или тут и гиперболы тоже часто используется поэтами мной в том числе используйте не стесняйтесь и знаете небольшую границу то есть иногда можно ее переступать границу иногда посторонитесь повремените в общем будьте осторожны с границами в общем то можно использовать множество разных приемов ну и у нас впереди еще аллегория и насказание перенос значения одного круга явлений на другой перенос по сходству от буквального значения к небуквальному значению суждения мысли или целой системы суждений но слова полку игры давайте почитаем тогда пускались десять соколов на стадо лебедей чей сокол долетал того и песнь прежде пелась старому ли ярославу храброму ли мастиславу вот эфемизм замещение грубого запретного неприличного или излишне резкого выражения более мягким более приемлемым этически социально эстетически ну мой зонт вошел в твой мокрый дождь ха-ха-ха афемизм и да я я старался сделать эту лекцию наиболее нейтральной наиболее добрый наиболее не кринжовый но мой зонт вошел в твой мокрый дождь афемизм то есть я заменил да вот слова обозначающие фалос и слова обозначающие некую мокрое мокрое что-то и рассказал вам про вот такое в виде эфемизма или я не знаю его черная дыра приняла в себя огурец вот вам эфемизм космических масштабов надеюсь вам понравится надеюсь вам нравится эфемизма космических масштабов которые может выдавать александр шадов антифразис отличается от иронии отсутствием комедийного начала в критике пример это риторические фигуры когда достойный сожалению точки зрения говорят хороша позиция или отрицание еще есть риторическая фигура используемой для образной характеристики явления от обратного ну например у нас есть лермонтов который писал нет я не байрон я другой еще не ведомый избранник когда как он гонимый миром странник но только с русской душой вот нет я не байрон я другой 30 риторика на мой взгляд техническими средствами помогает передать те или иные эмоции и чувства впрочем риторика не относится к содержательной части поэтики как раз потому что это техническое средство предназначено для передачи некоторых образов и восприятия не прямое формирование этих образов как вы понимаете рифма рисунок рифма и размер тоже могут выполнять похожие функции потому все это все еще техника хотя наверное риторические фигуры являются такой наиболее переходной формой техники в содержании понимаете хотя у размера и у рифмы может быть определенная интонация определенный рисунок определенные какие-то вещи которые будут склонять нас к тому или иному образному составу кто или иной атмосфере и так далее так далее так далее то есть с помощью и рифма и ритма и риторики вы можете формировать определенные определенные в общем то эффект делать создавать давайте обобщим немножко технические вопросы в итоге мы обозначили три направления развития в поэтической техники размер рифма и риторика быть совершенным во всех этих направлениях крайне сложно возможно даже невозможно так как этому всему мешает еще и содержание а также они сами вступают в конфликт друг с другом внутри одного текста если ваших работах зарифмовано каждое слово то маловероятно что вы используете хорошую риторику или передаете какой-то понятный смысл также маловероятно что если вы делаете акцент на риторику ваши стихи будут передавать какой-то очевидный простой сюжет для передачи смысла придется немного подвинуть техническую составляющую то есть у вас есть такие ползунки которые все не могут быть на максимум забиты это если невозможно сделать то по крайней мере я не видел ни одного стихотворения в котором это было сделано обычно все выберут многие люди пытаются выбрать какую-то середину золотую а они крипп это они просто на смысл забивают и просто берут на середину и технические составляющие выкидывают рифму в серединку и то иногда нет ритому максимально пытаются хорошо выдерживать и пытаются максимально там какие- Top 7 фигуры накидать и передать как-то абстракт на свои эмоции в Castimeter максимально абстрактно максимально непонятно и максимально не последовательно И в этом смысле многие поэты, они, конечно, оценочное понятие сейчас будет, ну, на мой взгляд, не очень хороши, не очень понятны, я бы большинство читать просто не стал. Можем рассмотреть это так, у каждого из технических направлений есть свой предел, но достигнуть пределов во всех этих направлениях в одном стихе, ну, скорее невозможно. Более того, это нужно совмещать с содержанием. Соответственно, возможно, несколько стратегий поведения по отношению к технике мы выделили с помощью комбинаторики философской 15 возможных комбинаций. Прежде всего это доминация размера, доминация рифмы, доминация риторики, доминация смысла, доминация размера и рифмы, доминация размера и риторики, доминация размера и смысл, доминация рифмы и риторики, доминация рифмы и смысл, доминация риторики и смысл, доминация размера и рифмы и риторики, доминация размера и рифмы и смысл, доминация рифмы и риторики и смысл, доминация рифмы и риторики и смысл, доминация всех четырех аспектов. Поехали дальше. Теперь немножко разберем, что может быть так или иначе связано с этими явлениями отдельно взятыми, с этими стратегиями. Доминация размера. У кого наблюдается исключительно доминация размера? Обычно у начинающих поэтов, которые только осваивают размер. Начинающий поэт учится размеру, использует его, игнорируя смысл, хорошую рифму и риторику. Основная ошибка такого подхода это рандомная перестановка всех слов ради размера. Доминация рифмы. Рифма доминирует исключительно у худших из рэперов. Упор на рифмы делают в основном рэперы и дети. С риторикой у них все обычно плохо, да и поэтического размера нет. Плохой рэпер это отличный пример доминации рифмы. Например, Оксимирон. Рифма у него доминирует над смыслом, риторикой и размером. Все подстраивается под рифму, это крайне примитивный подход. Основная ошибка данного подхода это рифма ради рифмы. Почему этот подход, ну, примитивный? Ну, потому что вы просто играете с рифмами. Вы, в принципе, сами понимаете, что это довольно легко. Каждый ребенок может это делать. Ну, и вот Оксимирон. Оксимирон, хоть он иногда и пытается в какую-то образность, куда-то там в риторику пытается уйти. Нам все равно всем очевидно, что он в основном опирается на рифму. Все. Ну, и отсылки. Он делает рандомные отсылки под рифму. И пытается немножко в риторику, но тоже под рифму. У него все подстроено под рифму. То есть, я, честно говоря, считаю Оксимирона одним из худших рэперов, которые вообще когда-либо жили. И вот вам основная причина. Доминация тотальной рифмы без какого-либо дополнения этой рифмы чем-нибудь другим. Также возможен подход доминации риторики, но это обычно наблюдается у чистых риторов. Ну, кстати, может быть, у верлибристов некоторых наблюдается что-то похожее. Не исключено. Так что, есть все по-разному. Доминация смысла. Ну, это чистая проза. Прозаики, они в смысл обычно топят. Допустим, что доминация смысла это проза в чистом виде. А смысл это нарратив или содержательные высказывания, тезисы и доказательства. А также осмысленные положения. Такой подход не свойственен поэзии. Его не назовут поэтическим почти наверняка. Даже верлибры часто опираются на игру с размерами, звучаниями и риторическими фигурами. А нередко там отсутствует однозначный смысл. Доминация, размеры и рифмы. Такой подход. Это, кстати, типичное дело для текстовика. То есть я, в принципе, произошел изначально из текстовых батлов. И там текстовики в основном очень любили писать в чистом силоботаническом размере и использовать сложные рэперские рифмы. Современная культура текстовых батлов породила огромное количество людей, которые делают акцент на размере и рифме. Это уже лучше Оксимирона, но все равно такие люди часто допускают рандомную перестановку слов и рифмы ради рифмы, что, на мой взгляд, плохо. Доминация, размеры и риторики. А это типичный поэт современный. Многие поэты останавливаются на этом уровне. Они не умеют делать сложные рифмы, да и не учатся этому, а также не могут создавать нарративы и уникальные смыслы, а потому ограничиваются идеальным использованием размера стиха и разных риторических приемов. Таким образом, в интернете мы находим многочисленные бессодержательные стихи с простой рифмой, в которых есть только два неплохо развитых параметра. Доминация, размеры и смысла. Это уже что-то типа философствующего поэта или поэта-рассказчика. В жанре философская лирика или в нарративной поэзии, басне, истории, эпос, поэмы мы встречаемся с совмещением размера и смысла. Доминация, рифмы и риторики одновременно. Это что-то вроде хорошего рэпера. Так вот, хороший рэпер не умеет в размеры, ну или по крайней мере не пробует в размеры в рамках рэпа. И чаще всего не умеет в смысловую составляющую. Ну или по крайней мере в своих стихах он этого, в своих работах он этого не делает. А потому ему остается совершенствоваться в рамках двух параметров. Рифмы и панчи. Есть даже такой сайт, ну не сайт, есть такой паблик ВКонтакте, рифмы и панчи. Это основа рэпа, как бы да. Под панчем понимается шуточная ударная строка, которая может выражаться в неожиданном и ловком сравнении, метафоре, игре слов, каламбуре и многих других риторических фигурах. То есть вот это панч. А есть еще и рифма. Чем сложнее рифма и чем в общем-то тоньше панч, как некая риторическая фигура и некая совокупность риторических фигур, тем лучше рэпер, условно. И пример такого рэпера это Слава КПСС. Слава КПСС как раз любит панчи и рифмует тоже неплохо, старается. Вот вам люди, которые делают акцент на рифмы и панчи. Есть также доминация рифмы и смысла. Это какой-нибудь редчайший рэпер, который может делать акцент на смысловой составляющей, какой-нибудь лирик, какой-нибудь сторителлер, который игнорирует почти все панчи и рассказывает про свою нелегкую жизнь. Нередко такие авторы специализируются в нарративных жанрах по типу сторителлинга. Ну вот есть такие люди, которые сюда относятся. Доминация риторики и смысла. Обычно это верлибристы. Хотя нередко и нет. Верлибристы очень разные штуки делают, поэтому мы не будем сейчас на них навешивать какой-то ярлык все же. Но давайте все же посмотрим, что верлибр это зона доминации риторики и смысла. Здесь куда меньше значения играют размеры и рифма, хотя часто верлибристы играют со звучаниями в абсолютно свободной форме. А вот риторические приемы, либо риторика, либо смысл у верлибристов начинают выходить на первый план в зависимости от поэта. Теперь давайте посмотрим на троичные всякие формы. Доминация, размеры, рифмы и риторики. Это пример отличного, хорошего современного поэта. Причем довольно редкого современного поэта. К сожалению, даже самые лучшие современные поэты редко делают акцент на содержании и смысле, а потому даже для них предел идеальное соблюдение размера, сложные рифмы и риторические фигуры. Доминация, размеры, рифмы и смысла. Все прочие комбинации я оставлю без прояснений, потому что, честно говоря, знаю очень мало людей, которые занимаются чем-то подобным, а может быть и не знаю вовсе. То есть, прошу прощения. То есть, вот в этой тройке их уже трудно найти в мире, к сожалению. Доминация всех четырех аспектов тем более. Давайте немножко разберем еще ошибки технического характера на грани с содержанием. Это прежде всего рифма ради рифмы. Это когда вы подбираете совсем выбивающуюся по смыслу строку, чтобы зарифмовать ее. Строка существует буквально для того, чтобы быть зарифмованной и не выполнять никаких иных риторических или смысловых функций. Сейчас многих забомбит. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы. Ну вот мы узнали, что Онегин, вообще добрый мой приятель, тоже ради рифмы, тоже какая-то чепуха. Зачем нам вообще знать, что он добрый твой приятель? И вообще приятель ли он твой? Что ты вообще про него знаешь? Зачем ты вообще это написал? Тебе еще делать нечего? Здесь содержание буквально такое. Онегин родился на берегах Невы. Онегин родился в Санкт-Петербурге. Предложение. Что выдает нам Пушкин? Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где может быть родились вы или блистали мой читатель. То есть смотрите. Онегин родился на берегах Невы. Предложение содержательное. Добрый мой приятель, где может быть родились вы или блистали мой читатель. Какого-то интересного засилия риторическими фигурами я здесь не вижу. Какой-то передачи эмоций я здесь не вижу. Я не вижу смысла нахождения здесь добрый мой приятель, где может родились и вы или блистали мой читатель. Я не вижу смысла того, чтобы вот это все здесь было. Это все лишние высказывания. Это все забивает текст мусором. Две последние строки можно просто убрать и заменить на нечто более содержательное. Они не добавляют никакого смысла и не передают никакой риторической нагрузки. Они не дают нам узнать персонажа Евгения Онегина. Они ничего нам не прибавляют. Это просто пустые слова. Пустые слова, которые здесь просто для того, чтобы были. Перестановка слов ради размера тоже довольно частая ошибка, если ваше предложение... Смотрите, ваша основная цель, эталон, от которого вы будете все равно отклоняться. Составить предложение так, как будто бы вы его не напрягаясь составляли. Ну, я не знаю. Так думал молодой повеса. Ну, приблизительно нормально. Допустим, так думал молодой повеса. Нормальное предложение. Так думал молодой повеса. Пусть будет такое предложение. Ваша цель составить предложение таким образом, как будто бы оно вообще не из стиха. Как будто бы вы ничего не переставляли. Так молодой повеса думал. Вот начнется. Когда начнется такое, это уже сложнее. Это уже отход от эталона. А еще самая большая ошибка, когда вы переставляете слова ради размера, но при этом делаете это так, как никто бы никогда в обычной речи бы не произнес. Молодой повеса так подумал. Нет. Повеса молодой подумал так, например. Повеса молодой подумал так. Это уже еще более странно. То есть перестановка из слов ради размера старайтесь поосторожнее. Ваш эталон обычное предложение. Обычное прозаическое предложение только с рифмой, ритмом и со всем таким. Это база. Это к чему надо стремиться. Отхождение допустимо, но чем их меньше, тем лучше. Если вы в каждом предложении будете допускать все эти странные переставления, ваш текст будет шизой. И теперь самое любимое. Бомбить будет еще больше, обещаю. Лишние строки для оформления рисунка рифмы. Неопытные авторы часто для поддержания рисунка рифмы вставляют целые строки или даже группы строк. Пример. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Всевышний волею Зевеса, наследник всех своих родных, друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа. Без предисловий, из чей же час, позвольте познакомить вас. Онегин добрый мой приятель, родился на брегах и не вы. Где, может быть, родились вы или блистали мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. В общем, смотрите. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Информация по сюжету. Сюжетная информация. Онегин добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Мы знаем, что он родился на Неве. Мы знаем теперь, что он с Невы. Окей. Мы получили информацию о персонаже. Это содержательная составляющая, берем. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Два действия. Берем. Связанных с персонажем романа. Хорошо, Пушкин, спасибо. Четыре строки. Четыре строки взяли. Хорошо. Все остальное чепуха. Просто чушь. Красным выделены строки, которые не выполняют никаких функций, кроме поддержания рисунка рифмы. Вообще, Евгений Онегин наиболее водянистое и отвратительное произведение, которое я когда-либо читал. Ради Онегинской строфы Пушкин совершенно бездарно и бессмысленно увеличил произведение раз в шесть, не закрыв слабые места хоть какой-нибудь риторикой или содержанием. Совершенно детская ошибка, из-за которой Пушкин смотрится бездарностью даже на фоне авторов далекого прошлого. Данте, Шекспира и даже Гомера. То есть, да, ребят, посмотрите на вот это вот. У кого-нибудь хватит сил для того, чтобы оправдать наличие вот этих вот строк чем-то, кроме оформления рисунка рифмы. Зачем нужны эти слова? Какую риторическую нагрузку они несут? Какое впечатление они производят? Какое впечатление, кроме того, что они загрузят читателя какой-то ерундой, бессмысленной, несут вот конкретно эти слова? Кто-то сможет их защитить? Нет. Я полагаю, нет. Это невозможно. Где, может быть, родились вы или блистали мой читатель? А может быть, я там не родился? Отвали от меня, Пушкин! Нет, я там не родился вообще. Я из Владивостока, например, или я из Перми. Я никогда не был в Питере. Пушкин, отвали от меня. Где я родился? Где я блистал? Зачем ты это? И гулял ты, ты гулял. Да мне плевать, что ты гулял. И мне плевать, что тебе вреден север. Что ты делаешь, Пушкин? Что это вообще такое? То есть это графомания. Вот это, вот это красное, это графомания. Любой нормальный человек, который напишет что-то такое в стихах, его назовут графоманом. Его будут унижать. Ему в лицо плевать будут. Его будут ненавидеть и презирать за такое. Ни один нормальный современный поэт, если увидит что-то такое, он вам скажет, да вы что, вы с ума сошли? Вы поехавшие? Чего это за дичь? Что происходит? Зачем? Да даже не современный поэт. Поэт и во времена Пушкина, и до Пушкина. Это стыд и позор. Вот это стыд и позор. Детсад. Это абсолютный детсад. Это недопустимо. В общем, друзья, урок. Не пишите лишние строчки для того, чтобы забивать ими рифмы. Не переставляйте лишний раз слова, лучше от стандартных предложений. И старайтесь не выдумывать лишние строки для оформления рисунка рифмы. Ребята, не надо этого делать. Если вы не можете поддержать содержательно свой рисунок рифмы, ну, забейте просто. Если у вас даже риторики не хватает, чтобы поместить ее вот в эти вот места, так, думаю, молодой повес, летя в пыли на почтовых, наследник всех своих... Ладно, ладно, окей. Окей, я даже уберу наследник всех своих родных. Окей. Окей, пусть будет наследник всех своих родных, потому что он наследник. Все. Всевышней волей Зевеса какая-то чепуха просто. Но вот наследник всех своих родных... Ладно, я оправдаю. Я оправдываю вот это слово. Наследник... Вот это предложение. Наследник всех своих родных. Хорошо, это мне дало информацию. А вот друзья Людмилы и Руслана с героем моего романа без предисловий через сей же час позвольте познакомить вас. Что это за экспозиция? Что это за экспозиция на четыре строки? Зачем? Александр Сергеевич, нафига? Почему весь Евгений Онегин заполнен таким? Вот. Почему можно выделять красными строками целые катрены какие-нибудь, четверостишья отдельные, просто прям по четыре, по пять, по шесть, по восемь, по десять срок просто выделять вот так вот сразу и говорить это бессмысленно. Зачем я это прочитал? Нельзя, ребята. Это плохая, это большая ошибка. Александр Сергеевич Пушкин ее совершал. Будьте лучше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Это не так уж и сложно. Будьте более внимательны к своим читателям. Вообще старайтесь делать так, чтобы каждое предложение, каждая строка несла на себе какую-нибудь нагрузку. риторическую, как минимум, содержательную, нарративную, эмоциональную, какую-нибудь нагрузку. То есть каждая строка, в идеале каждая строка ваша должна быть панчем, как было выше, да? Каждая строка должна быть ударной. Ну или хотя бы подводить к ударной строке, чтобы формировалось какое-то, не знаю, что-то представление, потом это в какой-то юмор выбрасывалось. Чтобы что-то было, чтобы в каждой строке было что-то, чтобы все было максимально лаконично, собрано. И максимально по риторическим фигурам, по содержательным аспектам собрано вот в одну единую, максимально короткую структуру. Если вы не можете этого сделать, вы плохой поэт. Все. Александр Сергеевич Пушкин плохой поэт. И время его не оправдывает. Он недавний автор относительно всех остальных, по типу там Данте, Шекспира, Гомера, Гетте, Пушкин. Довольно молодой. Содержание. Теперь мы дошли до самого главного и самого спорного и самого тяжелого аспекта. Давайте я заранее проговорю, пока у меня из головы это не вылетело. Что я рекомендую вам делать? Какое упражнение для того, что вы изучили технику, вы научились очень сложно рифмовать. Вы теперь рифмуете на разбиение, созвучие, двойные, тройные, четверные. И каждые пять секунд вы теперь мастер. Вы ритм воспроизводите автоматически у себя в голове. Вы наконец-то добились этого великого уровня. И вы просто ритм можете отбивать на ходу. А может быть даже и уже можете стихи на ходу сочинять в ритм. Что, кстати, довольно круто. Это на самом деле довольно высокий уровень. На ходу вот так вот говорить стихи. Я даже не всегда так могу. Я иногда так могу, иногда так не могу. Зависит от настроения. Так вот. Содержание. Вот вы добились всего этого. Что делать дальше? Все очень просто. У вас есть какая-то эмоция, философская мысль? Или, например, нарратив, идея, какой-то рассказ в голове? Напишите их в прозе. Подробно напишите их в прозе. Нормально напишите там, я не знаю. Ниши в лесу. Ниши оказался в лесу. Встретился с зайчиком, там, лисичкой, котиком, собачкой, медвежонком, там, слоником и так далее, так далее, так далее. Произошло определенное количество событий. Вот. Написали в прозе. Или идею свою выразили с аргументами какими-нибудь. Вроде, я не знаю, бытие есть, небытия нет, потому что... Или, например, возьмите прозаические высказывания каких-нибудь известных философов. Или, например, возьмите чего-нибудь из эмоциональных стихов, свои эмоции попробуйте выразить. Ну, например, у вас есть ваш дневник, где вы выражаете свои эмоции в прозе. Вот сегодня там Маша меня ударила по голове, мне было крайне больно, мое душевное состояние оказалось крайне плачевным, там, так далее, так далее, так далее, так далее. Написали все это в чистой прозе. Поехали. Писать это, переписывать это в стихотворение. Стараясь сохранять как можно больше содержательных аспектов и не добавлять лишних строк. Стараясь. Можно пробовать нарушать, можно и лишние строки иногда делать, но чем их меньше, тем лучше. Старайтесь писать максимально лаконично, максимально содержательно. И, если что, забивать пустые моменты какими-нибудь риторическими фигурами, оксюморными, антитезами и так далее, так далее, так далее. Но чем их меньше, тем лучше на данный момент, чтобы вы учились выражать содержание. И вот вы уже подходите к тому, что вы умеете, вы будете часто делать это упражнение, из прозы что-то переписывать в стихотворении. Или возьмите что-нибудь прозаическое произведение, маленькое, маленький рассказ, и просто переводите его в стих постепенно. Стараясь добавлять как можно меньше отсебятины. То есть, пытаясь сохранять то, что там есть, подбирая синонимы, немножко переставляя слова для рифмы, старайтесь делать так, и у вас получатся максимально содержательные стихи. Это будут хорошие содержательные стихи, которых вообще-то довольно мало в мире. Так вот, и вот мы дошли до аспекта, который дается многим поэтам довольно сложно. Это содержание. Содержательные составляющие стиха можно поделить на нарративные, описательные и смысловые. Нарратив — это повествование или история. Например, вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да, призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Как мы видим, имеются персонажи, они не всегда могут быть четко обозначены, а также некий набор действий, который складывается в единую цепочку. Нарушение цепочки действий или противоречия в этих действиях будут скорее засчитываться за ошибку. В нарративной поэзии можно придерживаться определенных границ, которые были установлены самим автором, чтобы сам нарратив продолжал развиваться. Нарратив — это рассказ. Вот у нас персонажи, вот у нас глаголы действия. Что-то у нас происходит. Вася шел, я не знаю, за пивом, подскользнулся, упал, сломал ногу, его переехала машина, машина поехала дальше. В машине Петр Семенович, олигарх, насиловал свою девушку, допустим, потом выбросил ее из машины, приехал к себе домой, но, правда, не дошел до дома, перед домом подскользнулся, упал, и водитель, в общем-то, задавил его машиной. Такая грустная, нарративная судьба данного нашего олигарха. Очень грустно, очень печально такой нарратив с внутренней кармой, так скажем. Вот вам пример нарратива. Еще один, и вы можете так нарративы порождать в огромном-огромном количестве. Описание, описательное содержание. Нередко объединяется с риторическими фигурами, которые помогают пояснять эмоциональное состояние автора или описать окружение. То есть у нас есть еще описательное содержание, мы описываем с его помощью как окружающий мир, так и наше внутреннее состояние, наши эмоции. Ну вот, например, описание внешнего мира. Клоун в огненном кольце, хокот мерзкий, как проказа, и на гипсовом лице два горящих болью глаза. Вот. Здесь, прежде всего, описание. Образ создается на примере реально существующего, ну или идейно существующего, существующего в идее персонажа. Стих Волошина, кстати. Соответственно, описательное содержание, это, кстати, ну вот такой подход к поэзии очень часто используется. Именно вот через описание чего-то действия, через описание своих эмоций, чужих эмоций и так далее, и так далее, и так далее. И ваша цель – максимально содержательно, точно и четко описать что-то, какое-то переживание. Дальше. Смысловое содержание. Под смысловым содержанием я понимаю передачу философских или научных тезисов и положений об устройстве чего-либо в поэтической форме. Титлук Рецикар – поэма о природе. Если бы из ничего в самом деле являлись вещи, всяких пород существа безо всяких семян бы рождались. Так, например, из морей возникали бы люди из суши, рыб чешуйщатых рот и пернатые, с неба срывался бы крупный и мелкий скот, и породы бы диких животных разных неведомо как появлялись в полях и пустынях. Здесь аргумент просто предоставлен вам. Вы просто посмотрите, вам представлен тезис и аргументы. Если бы из ничего на самом деле являлись вещи, то есть главный тезис титла Лукреция Карра здесь заключается в том, что вещи не являются из ничего. А если бы они являлись из ничего, то вот вам аргументы, то тот, что бы происходило. Этого не происходит. Соответственно, ну вот вам аргументативная смысловая поэзия, в которой выражаются идеи эпикурийства. Вообще, очень часто я замечу, что смысловой поэзии такой было очень много, особенно в античности. Периодически разные содержательные аспекты могут перемешиваться. Например, в Фаусте Гёте мы сталкиваемся не только с нарративами и описанием, но и с полноценными философскими спорами о содержательных аспектах нашего мира и общества. Я сам являюсь представителем последнего типа содержательной поэзии. Для меня и нарративы, и описания предназначены для выражения тех или иных идей. К сожалению, большинство людей, увлекающихся поэзией, крайне глупы, а потому их интересуют прежде всего описательные страдания и работы, посвященные межполовым отношениям. Они отказываются признавать философские функции поэзии, которые существовали не только в античности, но и у относительно недавно живших классиков. Жаль, но в глазах большинства поэзия – это дело инфантильных и глупых любвеобильных нытиков. Притом, сами эти нытики в поэзии часто пытаются отстаивать монополию на рифмованное нытье, забывая, что они лишь повторяют авторов прошлого. А дело заключается в том, чтобы двигаться вперед. И мы теперь переходим к куда более важному аспекту для творчества. Все, вы научились. Вы научились писать технично. Вы научились размером. Вы научились рифмом. Вы научились делать рисунки рифмы. Вы научились все это обрамлять смыслом. То есть у вас еще и смысл внутри стихотворения есть. Вы научились накладывать на прозаические произведения любого характера, на ваши и на чужие прозаические произведения, поэтическую технику. Вот уже вы в самом сложном и в самых разных ее, в общем-то, видах. От сложных рифм до сложных ритмов и так далее, так далее, так далее. Вы всему этому научились. Вы молодец. Это было начало только. И все. С этого может начаться ваш творческий путь как поэта. Вы освоили важные вещи. Вы освоили очень важные вещи. Вы, возможно, даже сейчас сравнялись со многими классиками или около того. Если вы все это освоили на максимальном уровне. Но вам еще далеко до того, чтобы зваться творцом. Это только начало пути. Вы теперь в преддверии настоящей поэзии. Я вас поздравляю. Вы освоили многие вещи. Вы можете экспериментировать. У вас есть целый набор инструментов, которые я вам сейчас предоставил. У вас есть огромный набор инструментов, которые вы, независимо от меня, можете изучить. Я вам дал намеки и, условно, ссылки, куда листать, куда смотреть, что гуглить. Теперь вы можете все это изучить самостоятельно. И я думаю, вы будете, надеюсь, что вы будете это изучать и учиться, писать хорошие, замечательные стихи постепенно, техничные. Но теперь начинается самое главное. Творчество. Размеры, рифмы, рисунки рифм и содержание. Если вы не занимаетесь в поэзии творчеством, то есть не создаете что-то новое хоть по какому-то параметру, не обязательно по всем, хоть по какому-то из параметров, вы занимаетесь этим зря. Если вы не несете либо нового содержания, либо новых технических каких-то интересных вещей, то ваши стихи ничего не стоят. Вот, смиритесь. Теперь мы начинаем о самом главном говорить. Творчество. В широком смысле это создание чего-то нового. В более узком создание чего-то качественно нового. Его можно определить через разные степени. Например, создание копии сапога в широком смысле это создание чего-то нового. Да, мы берем, создаем копию сапога какого-нибудь. Это тоже формально что-то новое мы создали. Это в широком смысле. Но в нашем творческом смысле, нормальном смысле, хорошем, правильном смысле, в котором мы употребляем слово творчество, нет. Создание сапога не является созданием чего-то качественно нового. Копия сапога это копия сапога. И вот уже в узком смысле создание чего-то качественно нового, это тоже степенное определение. Также по степеням отличается создание новой модели сапог. Да, создание новой модели сапог это создание чего-то качественно нового, безусловно. Но мы можем создать также и новый, например, элемент одежды, которого никогда раньше не было. Вот у нас есть рубашки, вот у нас есть штаны, вот у нас есть носки, вот у нас есть ботинки, вот у нас есть сапоги, вот у нас есть шляпы, у нас есть очки, у нас есть маски, может быть какие-нибудь наушники, хотя они уже есть, может быть нащечники, нащечники, вот создание чего-то совершенно нового элемента одежды, слоники вот тоже были когда-то созданы, тоже создание чего-то качественно нового. Вот так вот может проявляться творчество. На пальчнике, на пальчнике, на каждый палец. Не персты, не на перстнике, а на пальчнике прям шерстяные какие-нибудь. Еще что-нибудь можно насоздавать. В общем, вот это уже новый уровень создания. Каждый раз мы можем продвигаться в новую степень создания чего-то нового. В стихах мы можем говорить о творческой несостоятельности тех людей, которые не предлагают ничего нетривиального. Например, человек отлично овладел ритмом, использует классические рисунки рифмы и простую рифму, а также выражает свои эмоции, которые ничем не отличаются от эмоций классиков и, скорее всего, ими же и навязаны. Такой человек подобен сапожнику, который делает копию сапога. Он ремесленник. Никогда не называйте его творцом, деятелем искусства. Это обыкновенный ремесленник. Он буквально ничем не отличается от сапожника, кроме того, что стихи писать проще, чем делать сапоги. То есть ремесло поэта, ремесло поэта в данном случае, оно не просто подобно ремеслу сапожника, оно проще ремесла сапожника. То есть сапожник более утонченный мастер, он более сложно устроен, ему надо владеть большим количеством навыков, ему надо делать более сложные вещи, более сложные навыки иметь, чем поэту, который тоже делает копии чужих стихов. Поймите, поймите вот эту важную вещь, друзья. Это очень важная вещь. То есть поэт без новаторства, поэт, не передающий какой-то уникальный опыт, поэт, не передающий уникальные мысли, хуже сапожника, хуже грязи, хуже, не знаю, хуже даже осенизатора. Это просто бесполезный элемент, так скажем, абсолютно бесполезный элемент, от которого нам нет никакого толка. Ни как в искусстве, ни как, ну вот где-нибудь еще. Да, человек может увлекаться поэзией как неким дополнительным умением, но просто нужно понимать, что это умение будет на порядок проще, на порядок примитивнее, чем умение сапожника делать сапоги. Сапог иерархически, интеллектуально и так далее выше поэта, в данном случае будет поэта, который просто повторяет. При этом поэзия самый простой способ, одна из самых простых сфер искусства, которая позволяет реализовать нам свой творческий потенциал. Во-первых, поэзия не требовательна к размеру произведений. Проза обычно требовательна. И рассказы, ну, обычно на несколько страниц пишутся, и чтобы что-то сотворить в прозе, ну, хотя бы несколько страничек написать надо. Поэт может сотворить что-то новое, без особо каких-то проблем, на четыре строчки, на восемь строчек. Вообще, вообще без вопросов. У поэта есть простой инструментарий и простая форма, и простые технические приемы, которые позволяют ему творить новое прямо сейчас, в прямом эфире, в самом быстром темпе, в самом быстром значении, в самом коротком, в самой короткой, в самой лаконичной форме. В общем, поэт в этом смысле, ввиду своей простоты, в простоты своей технологии, которую он использует, ввиду стремления к лаконичности, он действительно может показать интересные результаты. Интересные результаты, которые, конечно, ну, мы будем воспринимать, и мы будем читать, и мы сможем их быстрее прочитать, и быстрее воспринять, и оценить. А, вот такого я никогда не видел, замечательно, вот это интересный человек, продуктивный. И так далее, и так далее, и так далее. Да, формально и в широком смысле он создал что-то новое, но в узком это просто перестановка слов и метафор, а не творчество. Запомните, ребят, наш творческий акт в поэзии может быть направлен сразу в несколько направлений. Во-первых, мы можем придумывать новые рифмы, новые размеры, новые рисунки рифма, новую риторику, новые нарративы, новое описание, новое философское содержание. Есть множество качественных уровней творчества по каждому из этих направлений. Например, мы можем просто создавать новые рифмы, а можем придумывать новый способ рифмовать. Ведь когда-то люди придумали, например, разбиение, когда-то люди придумали двойные рифмы, когда-то люди придумали еще что-то. Придумать новый способ рифмовать качественно выше, чем, например, придумать новую рифму. Просто качественно более высокая тема, и она повлияет на создание новых рифмов, она более обобщающая, она более важная, она более интересная. Вы можете придумывать реально новые способы рифмовки. Почему бы и нет? Попробуйте. Также вы можете экспериментировать про размеры. Вы можете экспериментировать с уже существующими размерами, либо создать собственный размер. Но, например, кто-то что-то не учел, или вы, например, в русском языке неожиданно помещаете какие-то дифтонги, там, не знаю, длинные звуки, или вы пишете, там, не знаю, длинную О, а в русском языке этого никогда не было, и вы создаете новый способ ритм делать, вы играете со звуками абсолютно по-разному, вы абсолютно невероятный человек, вы абсолютно замечательный, да, вы вроде бы из персидского языка взяли дифтонги и использовали те поэтические приемы, которые были в персидском, но в русском их не было. При этом вы можете что-то и за пределами персидского, и русского, и вообще всех языков придумывать. То есть у вас диапазон работы со звуками, он просто невероятен. То есть вы можете со звуками делать вообще почти все, что угодно. И в этом смысле вы можете придумывать сложнейшие ритмы, сложнейшие размеры, которые никогда не учитывались ни греками, ни европейцами, ни русскими, никем. Потому что вы придумали определенный способ звучания, определенный способ соотнесения ударений. Длинные ударные слоги, короткие ударные слоги, соотнесение длинных-коротких ударных слогов. Длинные ударные слоги вы обозначаете, например, через двойную О, через двойную У, через двойную А и так далее. Или еще что-нибудь делаете. То есть вы можете творить нереальную магию, если вы творческий человек в данном случае. У вас есть множество вариаций, возможно даже неограниченное множество, может быть даже бесконечное, не буду за это отвечать, но с другой стороны вы вряд ли докажете, что оно ограниченное, потому что всякий раз у нас, у людей получалось прибавить что-то новое, и это происходило не так уж и давно, поэтому вот как-то здесь придется поработать. То есть с риторическими фигурами похожая ситуация, у вас есть возможность искать какие-то новые вариации уже существующих риторических фигур, ну например многие поэты это делают, новые прям конкретные варианты риторических фигур, многие очень основательно работают с уже существующими риторическими фигурами, но понимают их крайне искаженно, как Маяковский например. У Маяковского очень интересный подход к риторическим фигурам, он мне нравится, то есть Маяковский это еще на шаг вперед сделал, а также вы можете просто создавать новые риторические фигуры, их комбинации, и это будет, особенно если это хорошие риторические фигуры, прям бам, невероятно. Более того, вы вообще можете изменить теорию риторических фигур и использовать ее в стихах, это будет самый высочайший уровень творчества риторических фигур. То есть стать новым Горгием, стать новым Протагором и изобрести новую теорию риторических фигур и реально ее использовать, что вообще невероятно. В рамках нарратива, у нас есть нарративные жанры же, да, помним, в рамках нарратива вы можете придумывать как новые сюжеты по старой схеме, либо создавать целую новую сюжетную схему, чтобы создавать по ней новые невероятные сюжеты. Я, например, для своей прозы, в стихах я это редко употребляю, но я для своей прозы создал определенную октосхему, в которой определенным образом происходят события. Причем эта схема у меня во многих произведениях намечается. У меня есть 8 разделений, 8 глав в каждом из 8, допустим, разделов. И каждый раз все это на понарастающее идет. Причем 8, там чуть меньше раз, причем именно вот в этой структуре в каждом разделе 8 разделов, ну, стандартно это 8 разделов по 8 глав. В каждом разделе происходит своя кульминация и спад, и вот так вот в 8 или меньше раз, но по восьмеркам все это распределяется четко-четко-четко. Это новая сюжетная схема. Вплоть до того, что у вас есть возможность изобрести новый нарративный жанр даже. Жанр новой нарративной изобрести. Вот я, например, философскую фантастику изобретаю. Ну, как бы, ну, там были элементы до этого наработки философской фантастики до меня, но в чистом виде я, наверное, один из самых, я вообще один из самых продуктивных авторов в мире, с одной стороны. С другой стороны, я один из самых продуктивных авторов в этом жанре. То есть, я здесь экспериментирую больше всех остальных. Это мой нарративный жанр, который я полностью завоевал. Правда, я пока не знаменитый автор, да, но с другой стороны, с другой стороны, у кого больше и лучше, я не знаю. В рамках нарратива, да, я уже сказал, относительно описания, например, вы можете описывать новые грани уже существующих эмоций, или еще на уровне выше, создавать новые эмоции, чтобы их показывать. Создавать новые переживания, которые люди еще не испытывали. И рассказывать про эти переживания, это будет интересно. Люди будут, ну, не все будут это считать у людей со вкусом, обычно плохо. Но это было бы интересно просчитать, мне было бы интересно. Многим людям, которым все надоело вокруг, им было бы интересно увидеть что-то новое. Они бы посмотрели на ваш текст и сказали, вау, вау, вот это интересный молодой человек, вот это интересная идея. Вот это интересная эмоция, никогда такую не испытывал, вот это интересно. Когда же речь идет о философском содержании, то мы должны работать с философскими идеями и конкурировать, собственно, с настоящими философами в оригинальности нашей мысли. Есть тоже очень важный творческий аспект. Если вы собираетесь в стихах выражать какие-то философские идеи, можно, конечно, выражать философские идеи Ницше, но это будет менее творчески. Более творчески будет создавать свои собственные, стать философом и поэтом одновременно. Это божественный уровень, на мой взгляд, это высшая ступень, можно и сюда. Так вот, имеет смысл писать стихи, если вы можете привнести в эту сферу, в любую из этих сфер, хоть в какую-то, а лучше даже в несколько, что-то новое. Вот, понимаете, тут даже вопрос не в том, что, допустим, у вас банальные эмоции. Вы передаете очень банальные эмоции, но технические приемы вы используете небывалые, и всем это поражает. Это стих достоин существования. Или, допустим, у вас в стихах выражаются те мысли, те идеи философские, которые никто не выражал. Ваше стихотворение заслуживает существования. Ну, как? Внимание, не существование, а внимание, скорее. Внимание заслуживает. Вот если вы описываете ту же самую эмоцию, которую описывали миллиарды людей теми же самыми техническими приемами, теми же самыми метафорами и рифмами, ну, ваше стихотворение заслуживает существования просто потому, что оно вам нравится, но внимания человеческого оно уже не заслуживает просто потому, что, ну, это уже было. Ну, и вы пишите для себя и пишите в стол, и это, в принципе, нормально. Пишите для себя, пишите в стол, к этому можно относиться с уважением, но никак к знаменитому интересному поэту, которого все хотят почитать. Ну, поняли. Так вот. И важно осознавать, что за вещи вы раскрываете, какие эксперименты проводите. Вариаций очень много. Вы можете исследовать свои. В творчестве необходимо быть смелым и не бояться общественного осуждения. Творчество — это борьба. В том числе и борьба с противостоящими тебе тривиальностями, которые считают ценностью в миллионный раз переписывать Пушкина, Лермонтова и Маяковского. А те, кто не переписывает, надо их аннигилировать. Многие люди так действительно считают. Только так искусство, в том числе поэзия, двигаются вперед и продолжают развиваться. Когда-то в прошлом были классики, но через их повторение мы не получим ничего интересного и заслуживающего внимания. Поэзия все еще может двигаться вперед. Она не исчерпала свои ресурсы, и, возможно, исчерпать их будет не так уж и просто, даже если все люди на земле начнут писать оригинальные стихи. Вот, друзья. Я думаю, на этом стоит заканчивать. Спасибо большое за заказ Адаму Варлоку. Спасибо большое всем, кто это слушал, друзья. Пишите стихи, учитесь писать стихи, пишите оригинальные стихи и становитесь будущими классиками. Я думаю, что этой лекции по стихосложению вполне достаточно, особенно с учетом последних абзацев, последних глав. Достаточно для того, чтобы стремиться к тому, чтобы стать каким-нибудь классиком, известным, замечательным, примечательным, громким. В общем, желаю вам удачи, друзья, на творческом пути. Надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, у вас есть возможность творить самого себя, творить свои идеи, творить свой смысл, творить свои образы и нарративы. И также творить какую-то технику, чтобы быть при этом замечательным, известным и великим поэтом. Я надеюсь, кто-то меня услышит, и я надеюсь, кому-то это все понравится. Надеюсь, не зря я записал эту лекцию, которую я давно хотел записать. В общем, всем еще раз спасибо за просмотр. Приходите ко мне на стримы. 18.00 почти каждый день, кроме понедельника и воскресенья. Воскресенье с 12.00 до вечера мы стримим. В общем, спасибо вам большое, друзья. Всем всего самого доброго. Давайте.